Друзья, мы начинаем очередной вебинар, вебинар Климова-Зателепина по проблемам холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Сегодня 31 января 2024 года, московское время 16 часов 3 минуты. Тема нашего сегодняшнего вебинара, она вывешена сейчас на ваших экранах. Вы ее видите, проблемы шаровой молнии и ее связь с проблемой холодного синтеза. Выступающий Анатолий Ильич Никитин. Вот он, сотрудник Института энергетических проблем химфизики имени Тальрозы. Этот институт отделился от института химфизики, основного на другой стороне Воробьевского шоссе. Вот там, это он сотрудник вот этого института. Кстати, Тальрозы был деканом факультета, который я заканчивал в Московском физико-техническом институте. Ну вот, собственно, почему этот доклад появился у нас, мы тут видим. Потому что, помимо, собственно, проблем шаровой молнии, будут рассмотрены и вопросы связи вот этой шаровой молнии с холодным синтезом. Ну, я так заранее вот скажу, что, просто чтобы обращали внимание люди, что эта связь, она в первую очередь... Мы давно чувствуем, что эта связь есть, и всегда об этом говорили. Но вот Анатолий Ильич несколько лет назад выдвинул гипотезу. Она как-то бродила в умах, но вот ее четко сформулировал и вынес на общественное обсуждение впервые в нашей, так сказать, комьюнити, в нашем сообществе Анатолий Ильич о том, что неизвестное излучение, как я его называю, это есть микрошаровые молнии. Возможно, есть микрошаровые молнии. Вот это одна из прямых видимых связей. Вот об этом сегодня тоже пойдет немножечко речь. Ну, вот я свое введение закончил. Анатолий Ильич, пожалуйста, тебе слово. Для этого тебе нужно включить звук своего компьютера. Там вот внизу, слева... Включили, все, звук есть, да. Звук есть, мы тебя слышим. Меня слышно, да? Хорошо слышно, да, хорошо слышно. Хорошо, ну, дорогие товарищи, значит, вот 41 человек пришли. Это действительно вот, так сказать, среднее число участников, которые участвуют. Я всех вас приветствую. Я постараюсь, так сказать, рассказать то, что вот наша тройка, которую я вначале упоминал, это Владимир Бычков, Анатолий Климов и я, нас судьба 25 лет назад свела вместе. И оказалось так, что вот нас интересует одна и та же проблема. Мы фактически поставили как некая цель жизни разобраться в этой загадке, которая уже 150 лет и даже больше тревожит человечество, шаровая молния. И вот то, что я сегодня расскажу, это плод нашей общей работы. Значит, в конце я еще скажу, в чем материально это, так сказать, проявилось. То есть мы за это время, значит, Владимир Бычков и я написали книги на эти темы. Вот. И вот, ну, практически то, что я сейчас буду говорить, это содержание вот наших книг. Вот. Ну и вас приветствуют, так сказать, если кто-то заинтересуется потом эти наши книги прочитать. Вот. Вначале, значит, как вот Валерий Николаевич говорит о себе, так сказать, научная биография. Значит, в 61-м году я окончил физический факультет университета московского, кафедра Арцебовича, физика плазмы. Потом судьба, так сказать, меня повернула работать не в Курчатнике на плазмы, а работать в ФИАНе, в лаборатории Басова Николая Геннадьевича. И первая моя была работа по водородному мазеру. Этот водородный мазер, который мы сделали, был вторым в мире. И он служит до сих пор как стандарт частоты. То есть спутники мерят время с помощью водородного мазера, а вот система Галилей, европейская тоже, система позиционирована, тоже основана на этих водородных мазерах. Следующая работа в ФИАНе. У меня была работа по химическим лазерам. Мы, так сказать, смогли получить довольно-таки реакцию второго с водородом. И в течение года это была у нас рекордная по энергосъему система. Нам не разрешали публиковать это все. Потом, после, я в 1974 году перешел в Институт химической физики, в сектор Виктора Львовича Тальроза, который потом, как сказал Валера, отделился на некоторое время. А потом он вновь объединился с Федеральным центром химической физики. Мы сейчас в этот центр входим. И работа, которая там занималась, продолжение работы по химическим лазерам, и потом работы по лазерной химии. Это была довольно организованная работа по лазерному разделению изотопов. Там работала большая группа институтов. Это Институт атомной энергии, Институт спектроскопии. Наша была цель – это фиксировать те изменения, которые делалось с лазером. Там была дистанция молекул нужного состава, нужного изотопа. И надо было подобрать химию, которая должна была переводить ее в новый продукт, быстрее, чем обратная рекомендация была. Теперь следующий этап моей жизни такой, что где-то, начиная со второй конференции по холодному синтезу, я там стал участвовать. Я узнал через Тальрозы. Он в этот момент был в Англии. Он сказал, Толя, съездить, посмотреть, чем люди занимаются. С тех пор я фактически участвовал в этих всех конференциях. На первой конференции я выступил с идеей такой, что может быть причиной холодного синтеза является обратный мезбар-эффект. Эффект мезбара такой, что при излучении гамма-кванта ядро успевает передать энергию своего движения в колебательной степени всего кристалла. И вот обратный процесс вполне возможен. Если мы раскачаем кристалл, то можем какое-то одно ядро разогнать с большой скоростью. Я даже сделал эксперимент на эту тему. Я ударял молоточком по титану, насыщенному водородом. На фоне обычного излучения, конечно, никакого изменения не было. Но я про это рассказал. Но эта работа потихоньку заглохла. Но я думаю, что все это не то. Потому что то, что мы сейчас видим, опять остается загадкой. И она, конечно, не в этой плоскости лежит. Ну вот, до сих пор я продолжаю работать там. И примерно вот у нас с середины 90-х годов возникло некое представление о шаровой молнии. Значит, судьба свела меня с двумя прекрасными моими друзьями. И вот за это время мы к чему-то пришли, так сказать, о чем я сейчас вам расскажу. Вот название у меня такое – «Проблема шаровой молнии». Она, соответственно, до сих пор проблемой. Ну и о том, что действительно есть ли что-то связанное с холодным синтезом. То, что действительно некая такая мысль, о чем сейчас говорили, о видении будущего и чего-то, она действительно, наверное, была. Потому что где-то лет, наверное, 15 назад мы вместе с Бажутовым решили о том, что тематику той конференции, которая была подсвечена именно холодным синтезом, расширить и присоединиться к шаровой молнии. И вот получилось, что это оказалась такая неслучайная вещь. И вот где-то год назад уже, когда делал доклад на нашей конференции, там, 25 или 26, сказал, что на самом деле вот это, ну, казалось бы, такая связь непонятная оказалась действительно очень важной. Потому что то, что сказал сейчас Валерий Николаевич, что вот подход к шаровой молнии оказался именно такого же, так сказать, порядка к подходу к агенту, который осуществляет реакцию холодного ядерного синтеза. Ну, это предположение, конечно, гипотеза. Ну, вот я в конце своего доклада попробую сказать несколько слов на эту тему. Ну, идем дальше. Вот как выглядит шаровая молния. Ну, к сожалению, вот при переводе ПДФ вот эта картинка порезалась. Ну, вы можете заметить, что, значит, имеется некий круглый объект, у которого имеется светящаяся оболочка, имеется светящееся ядро. Значит, в отличие от предыдущих времен, когда мы представление о шаровой молнии получали путем, так сказать, описаний, наблюдений или сами ее видели, то сейчас это уже все можно продемонстрировать всем. Это действительно документ, что она имеет не какой-то там сложную форму, а именно это шар. Ну, кстати, опять же, если про мою историю, я, значит, проблема шаровой молнии для меня возникла, когда мне было 10 лет. Ну, в моей книжке там несколько слов на эту тему. На эту тему есть. Я, выйдя на улицу случайно, вот в тот момент, когда она была рядом с моим домом, ее увидел. И вот с тех пор у меня эта загадка остается, и, может быть, так сказать, наверное, всю жизнь я, так сказать, хотел разобраться в этом деле, но вот на каком уровне сейчас я в этом разобрался, ну, так сказать, мы постараемся это понять. Так, теперь мы так все перескочили. Теперь вот, действительно, как она может образоваться? Вот перед вами снимок, который сделан фотографом австралийским, его фамилия Манка была. Значит, обычно эти фотографы, картинки обычных линейных полней снимают так, что ставят фотоаппарат, открывают объектив, но на несколько минут, ну, ясно, за это время там проявляется несколько линейных молний, и они, так сказать, потом объектив закрывается, там, ну, проявляется пленка, или там сейчас уже можно сразу посмотреть. И вот случайно Манка увидел, что во время разряда молнии из нее что-то вылетело, и вот расчертило вот такую вещь. Значит, он дал объявление, объявление людям, которые там жили в том же городе, и собрал сведения о том, что действительно эти люди увидели, что образовалось во время разряда линейной молнии какой-то большой шар, довольно большого размера, там, порядка, там, 5 метров, который спустился, и потом он прыгал по земле, и в конце концов, так сказать, постепенно сокращался в размерах, вот, и, в общем-то, много чего натворил, там, разбрасывал автомобиль и все прочее. Была мощная шаровая молния. Вот, так что вот факт, о котором мы должны понять, что ничего не было. Грубо говоря, имеется электрический разряд, имеется ток, имеется энергия. Рядом с ним, и, не понятно, еще образовался некий объект, который вот был материальный, и, в общем, много чего натворил. Вот еще интересная вещь, значит, из той же серии, это результат съемки видеорегистратора автомобиля, о том, как несколько лет назад, это вот в 22-м году, это, считайте, уже 5 лет назад, ну, 4 года назад, в Тюмени наблюдалось, как во время разряда лидейной молнии образовался шар, светящийся, ну, шаровая молния. Вот он стрелочкой показан здесь. А это просто обстоятельство такое. Сейчас вот будет показано 4 кадра этой нашей системы, виде системы, где вот это образование шаровой молнии можно видеть, ну, во времени. Вот первый кадр, это А. Это то, что было, ну, перед появлением, значит, какого-то события. Спустя 1,3 секунды происходит вспышка молнии. И вот видите, вот здесь вот имеется вот остаток самой линейной молнии, что ясно, что вот, что в этом месте, вот, проведем проходил канал. Следующий кадр, 1,3 секунды, на этом месте появляется шаровая молния. Ну, а дальше через 12 секунд она перешла, вот прошла, 12 секунд прошла какой-то путь по небу, ну, и ушла там в облака. То есть из этого следует такое, что первое, опять же, шаровая молния может образоваться фактически без заметного какого-то материала, ну, фактически из воздуха, воды и электрических полей каких-то. Вот. И второе, время ее образования занимает меньше, чем 1,3 секунды. То есть она образуется практически мгновенно. Вот есть другой пример, который долгое время оставался непонятым. Оказывается, что что-то похожее на шаровую волну может образоваться и другим путем. Значит, были, имеется где-то около там десятка наблюдений, когда что-то в виде таких светящихся жгутов выползало из розеток. Потом эти жгуты объединялись в некий общий объем, он раздувался, и в течение там нескольких секунд образовался светящийся шар. И вот оказалось, что действительно, вот если говорить о шаровых молниях как о неком классе, то оказывается, что те шаровые молнии, которые образуются на больших высотах вблизи мощного источника энергии, оказывается, они не одни в мире. Существуют еще вот такие шаровые молнии, которые образуются по-другому, не мгновенно, а медленнее. И второе, они малоэнергетичны. Обычно эти молнии фактически не приводят к большим разрушениям, просто там вспышка, и все, ничего не остается. Поэтому вывод нашей общей работы о том, что действительно шаровые молнии оказываются многолеки, источники это не только один такой, но он более интересный, это высокоэнергетический класс шаровых молнии, ну и вот такие менее энергетические. Ну, кстати, если сказать, что в последнее время Владимир Лунович рассказывал, что фактически вот такие вот молнии он научился получать. Значит, с помощью разъемного разряда, если его направить на заряженный объект, на такую пластиночку, то вылетают заряженные шарики, которые вот летают, прыгают, в конце концов, взрываются, лопаются, так что фактически вот если говорить, это мечта о том, что надо шаровые молнии сделать экспериментально, так вот оказывается, что вот уже первый успех в нашей компании, ну, он уже есть. Вот теперь идем дальше. Вот теперь сведения о шаровых молнии, ну, которые действительно до этого поступали, то есть, путем всяких рассказов, они, в общем-то, многочисленные, но часто деталей там никаких нет. А вот детали поведения шаровой молнии можно найти из фотографий, которые имеются. Вот здесь вот известная фотография, она снята в 60-м году в Сочи, и здесь мы видим, что, значит, над бурем, где-то на рассане, ну, четырех километров от этого места, это все на берегу буря, идет гроза, молнии большие, ну, и товарищ это снимал, действительно, эти молнии, как вот товарищ, который в Мельбурне это все снимал, в Астрале. Так вот, случайно он обнаруживает некий след, который снижается до некого фонаря, здесь происходит вспышка, эта штука взорвалась. Ну, понятно, шаровая молния. Ну, почему, значит, первое, она падает, ну, допустим, она тяжелая. Так вот, оказывается, что это не совсем так. Вот в некоторых местах падение ее останавливается, она топится на месте, а потом снова начинает падать, потом снова. Поэтому вывод из этого можно сделать такой, что если она падает, то кроме силы тяжести на нее действует еще, наверное, сила электростатического притяжения. А что это значит, значит, у нее есть заряд. Теперь дальше, почему она останавливается? В тот момент, когда вот она оказалась в этом месте, где-то произошел разряд молнии, который дает электромагнитные наводки, который заставил, ну, дал вектор в обратную сторону, подержал ее все, когда он кончился, она начала двигаться дальше. Второе, значит, опять доказательство того, что у нее есть электрический зарядок. Теперь вопрос такой, дальше мы рассуждали, а какой знак у этого электрического заряда? Так вот мы знаем, что вот у грозового шарового, грозового молнии, облако, которое дает вот эти разряды, обычно внизу отрицательный заряд, а на большой высоте заряд положительный. Так вот, на большом расстоянии как раз действует действие положительного заряда, то есть вектор, который направлен сверху вниз. если шаровая волна летит вниз, то значит у нее заряд положительный. Так мы потихоньку набираем некие сведения о том, что такое шаровая волна. Теперь дальше. Картинка, которую вначале я показывал снимок, значит, она была снята с помощью видеокамеры с частотой кадров 1,3 секунды, длительность кадра была. И вот выяснилось, что она светит не постоянно, а осциллирует постоянно. Вот эти точки через 1,3 секунды видно, что вот она хаотически меняется. Причем при наблюдении, значит, люди, с которыми я контактировал, они сказали, что они видели в этот момент две шаровые молнии. Причем одна из них, шаровой молнии, там на 3 секунды перестала светить, потом снова появилась. Но сняли они одну только. Так вот такая с такой вещь, что, во-первых, значит, каким-то образом ее излучение не просто там горение свечки или чего-то, это какой-то сложный процесс, который, в общем-то, ну, то включается, то выключается. Значит, теперь второе, вот это выключение может быть не на доли секунды, а, скажем, на несколько секунд. То есть, опять же, мы получаем объяснение того, что существуют черные шаровые молнии, которые не видны, или вдруг шаровые молнии, которые появляются ниоткуда, вдруг, из ничего. Понять это можно тем, что действительно она может выключиться потом снова начать, а второе, значит, вот она была невидима, потом появилась. Значит, опять же, нам пища для размышлений. Как это объяснить? Почему, во-первых, она вот светит непостоянно, и почему она вообще светит? Вот эти уже конкретные, вот эти уже такие реальные измерения инструментальные дают пищу для размышлений и для приближения к пониманию ее природы. Вот здесь показано, я не знаю, верхнюю часть кадра вы видите или нет. У меня она обрезана почему-то. Ну, неважно. Значит, здесь показана вспышка шаровой волнии перед ее исчезновением. Обычно, значит, считается, что шаровая молния может или в конце, значит, или тихо раствориться, или может она взорваться, или может она вообще схлопнуться, то есть ничего. Вот. То, что вот здесь показано, на самом деле, опять же, это посреди кадров, значит, наблюдение шаровой молнии. Значит, выясняется, что за несколько, вот здесь 10 кадров, значит, одна треть секунды, она вспыхнула ярко, а потом она не исчезла, то есть от нее что-то, она медь, но потом погасла, еще вот, считайте, вот этих 8 кадров, она погасала. То есть вопрос тоже о том, что вот, почему она взрывается, почему она излучает свет, и оказывается, что она кроме света при этом излучает еще электромагнитное излучение. Это доказано такими случаями, они неоднократные, но вот здесь показан такой конкретный случай, значит, товарищ купался в Юрмале, вышел на берег, вдруг рядом с ним пролетела шаровая молния, там размером порядка 10 сантиметров, и взорвалась рядом с ним. Но сейчас молодежь любит всякие украшения, у нее была на шее золотая цепочка, и она мгновенно испарилась. Ну, это один из многих примеров. Очень много случаев было, когда шаровая молния, просто пролетая рядом, даже не взрываясь, испаряла кольца, однажды она испарила браслет у женщины, взорвавшись рядом. То есть вопрос, естественно, объяснить такое, что действие шаровой молнии на расстоянии, она была не на шее, у нее на расстоянии около полутора метров от него. И, по-видимому, разумный объяснение такое, что момент взрыва или вот это вспышки, похоже, она излучает кроме света еще импульс электромагнитного излучения. И вот получается, что если посчитать массу этой цепочки, то получается, что вот эта мощность, где-то 1,3 секунды, порядка 200 киловатт была мощность. То есть вот еще одно свойство вот этой шаровой молнии. Но эта шаровая молния, по-видимому, та, которая имеет большую энергию, которая образовалась на большой высоте, в которой было чем питаться для своего образования. Идем дальше. Теперь дальше. Парадокс. Ну, если она такая горячая, то она испаряет там металлы и что-то, то следующий парадокс. Значит, вдруг в Венгрии люди, ну, бывшая жена, вдруг заметят, что в их саду на снег упал какой-то светящийся шар. Они успели его сфотографировать. Вот он лежит. Потом шар, через несколько секунд, пропал. Ну, как пропал, они не говорят. То ли улетел, то ли вообще-то ушел никуда. Они пошли на это место и выяснили, что, ну, они думают, что что-то горячее лежало, там горячее. Оказалось, что снег совершенно не расплавленный. Никаких следов нет. Опять еще одна загадка шарового. Значит, если она, ну, как мы считаем, излучает радиоволны, которые испаряют металлические предметы, то почему она ничего не подействовала никак на свет, на снег этот? Ну, вот мы попытались, значит, вот то, что вот они ничего не увидели, это я уже сказал. Значит, возможно, причина этого такой, что радиоизлучение, которое генерирует шаровая молния, которое испаряет вот эти цепочки и золотые кольца, оказывается, может быть, не поглощается снегом. То есть она излучает в другом диапазоне. И вот мы сделали такой опыт. Мы взяли коробку с снегом, поместили ее на 30 секунд в микромолновку, 850 киловатт была мощность ее, потом достали через 30 секунд и посмотрели. Так снег, оказывается, совершенно оказался нетронутым. То есть оказывается, что излучение микроволновой плечи, там, 10-12 сантиметров, не действует. Тогда, значит, мы можем сделать. А если шаровая молния излучает, то, значит, может она излучает в диапазоне вот в этом, который действует на воду и на металл, а вот на снег не действует. То есть еще одно предположение о том, как устроена шаровая молния. Теперь вот кардинальное, значит, событие, которое произошло в 1937 году. В Дейли, в Лондоне появилась заметочка о том, что некий товарищ увидел какое-то светящееся ядро, которое попало в бочонок, которое стояло у него под окном. Вода в этом бочонке закипела. Потом, когда он стал искать вот это ядро внутри этого бочонка, он там ничего не нашел. Написал вот это письмо в газету. Оно было опубликовано. Это письмо было обсуждено на заседании общества радиоинженеров. Там был еще, так сказать, жил исследователь линейных молний Бойс. И они попытались, значит, оценить энергию этой шаровой молнии. Ну, вода, объем воды известен, чтобы нагреть воду до 100 градусов и так далее. Легко делаться в школьной, так сказать, по школьным формулам. И вот выяснилось, что если взять тот реальный объем шарового молнии, эта энергия, там порядка 10 мегаджоли выяснилось, то оказывается, что плотность энергии идет. Вот такая круглая цифра, я легко запомню, 10 десятых джоли на кубический метр. То есть оказалось, что эта штучка, как я говорю, эфемерная, сделанная совершенно из воздуха и воды, может обладать довольно большой энергией. И после этого уже появилось, так сказать, новое отношение к шаровой молнии, что если она является таким, так сказать, емким аккумулятором, то, может быть, она для чего-то может и пригодиться. Вот. Но, к сожалению, поскольку в этот момент уже порядка 150 лет представление шаровой молнии было как о неком таком воздушном шарике, баллон-энергичном, к этому отнеслись, так сказать, как некому, так сказать, розыгрышу. Там в серьезных книжках исследователи писали, что вдруг этот товарищ, так сказать, был нетрезвый, может там просто пузыри от того, что тогда там кипения не было. Ну, это некая глупость. Надо было себя оправдать. Ну, кстати, опять же, мы, так сказать, общение со Смирновым, когда вот он у нас в Институте химической физики делал доклад по шаровой молнии, его приглашал Виктор Львович для этого. Вот. Я тоже к нему, ну, после его воспаления, сказал, что, ну, в принципе, есть вот такое наблюдение, оно вот мне объясняется вашей модели. У него была модель горения, просто, первым моментом горения озона под действием, так сказать, которая образовалась под действием линейной молнии. Он тоже сказал, что, скорее всего, это розыгрыш, все это неправильно, и так далее. Ну, появилось после этого еще несколько случаев, где действительно шаровой молнии попадали в воду, и она грела эту воду. И в одном из таких наблюдений, даже это произошло в лесу, она попала в кареток для пойки скота. Там плавали, естественно, лягушки, так все лягушки сварились, так что, действительно, вода кипела. Так что вопрос такой, что все-таки шаровые молнии с большой энергией, они существуют. И вот здесь это пример действия вот таких мощных шаровых молний. Вот, где-то, по-моему, пять лет назад в бурятском поселке Москва-Схон во время сильной грозы шаровой молнии залетела внутрь дома, она взорвалась в комнате, вот, и в результате этого, значит, вылетел шифер крыши и вывалилась стена. Причем, вы обратите внимание, опять же, что это был какой-то необычный взрыв, потому что, на самом деле, вот эти листы шифера, которые вот были снизу, они не не искрошены, так сказать, в куски, они остались целыми, они просто сползли. Как это можно было сделать? Это, опять же, загадка, которой надо разобраться. Ну, теперь дальше следующее. Вот, как выглядит вот тена вылетевшего дома. Причем, вот такие случаи, вот взрывы шаровых молний внутри деревянных домов, которые приводят вот таким вот последствием, они, примерно, случаются раз в год. Ну, вот, следующий пример на эту тему, который произошел через год вот этого, что опять шаровая молния взорвалась внутри дома, и вот она вывалила вот часть стены. Причем, самое интересное, что, на самом деле, здесь, по-видимому, здесь не классический взрыв, взрывчатки, который сейчас, ну, к сожалению, это стало довольно печальным примером, который очень постоянно появляется. Она, вроде как, конструктор взяла и разобрала, то есть, она разорвала вот эту стену в самом слабом месте. И самое непонятное, что и в этом случае, и в предыдущем случае, рядом с этой молнией находились живые люди. Вот в первом случае там была хозяйка, которая была посудой после завтрака. Она на некоторое время потеряла слух. Ну, через месяц-два она пришла в себя, то есть, ни осколков, ничего не было. То есть, это не взрыв, который, ну, к сожалению, которых много на земле, а какой-то особый взрыв. Ну, в последнее время мы попытались в этом разобраться, и вот вышла буквально на днях статья у нас в журнале «Атмосфера», где мы предположили, что на самом деле все это происходит из-за того, что при взрыве шаровой молнии из нее выделяется тот заряд, который находился внутри. Заряд такого, это порядка, может быть, от одной соты до одной десятой кулона. и когда заряд садится на вот замкнутое пространство, на стены комнаты, он просто может под действием интерстатических сил расталкивания просто плавно разбирает эту конструкцию. Ну, вот, и вроде-то, наши оценки и, возможно, объясните пример вот в этих статьях. Статья, значит, в совместном доступе можете посмотреть. Ну, ссылки потом я могу, если кому-то нужно, я могу переслать эти статьи. Вот это опять же, вот я опять же, то, что сейчас вам сказал, все есть на этом слайде. Теперь, что опять интересное, вот такое бросается в глаза. Индашировая молния, подлетая к дереву, ну, естественно, сверху, если она, так сказать, образовалась наверху, прилипает к его стволу и скользит вниз. И по дороге она из него вырезает полосу коры. Вот здесь пример опять же такого случая. Вот она прошла, значит, вот до, буквально до камби она выкинула эту кору. Вот. При этом, значит, интересная вещь произошла. Вот в этом месте, где был привязан на капроновом шнуре гамак, который висел. Значит, существует много теорий шуровой молнии. Здесь считается, что вот причина ее свечения, причина того же нагрева воды это того, что она, в общем-то, горячая. До сих пор эти вещи есть, они имеют некое право на жизнь, так сказать, потому что то, о чем я говорю, это все равно тоже гипотеза. Вот, но это говорит против этих теорий. То есть, если горячий какой-то шар или там диск какой-то там фреза проходила по, значит, по этому каналу, должна была неминомо разрезать эту веревку или проплавить ее. Значит, выход такой, что шаровая молния действует это так, что, в общем-то, не, так сказать, не горячий, так сказать, не горячий предмет и не механический. Вот, ну, это, опять же, наше предположение того, что поскольку она может излучать радиочастотное излучение, которое поглощается водой и нагревает, то, скорее всего, действие такое, что, когда она находится рядом с деревом на его коре, то она нагревает вот этот сок, который находится под корой, причем довольно быстро, потому что, видите, она цепочка испарила мгновенная. Вода мгновенно вскипает и просто вышвыривает, отбрасывает кору. Такое, естественное объяснение, которое, опять же, не противоречит тому, что мы получили из наших предыдущих наблюдений. Ну, другие интересные действия шуровой молнии. Это, она может вырезать отверстия в стеклах. Вот такое, вот это стекло имеется в нашей коллекции, если кто-то будет в нашем институте, могу показать, реально. И самый интересный, когда мы пытались это воспроизводить, просто нагревать часть стекла с помощью плоской спирали, а потом смотреть, что происходит, действительно стекло трескалось, иногда оставался нетронутый циркальный диск, но обычно вот успевало стекло разлететься на куски. А в этом случае она сделает каким-то особым образом, что внешнее стекло тоже осталось целым. То есть вопрос, опять же, в общем-то причина понятна, а детали непонятны. загадка остается по-прежнему, уже о конкретном механизме. Теперь вот интересная вещь, вы видите верхнюю часть экрана или нет? Нет, я не его спрашиваю. Видим. А, видите, да. Мы твой экран, Толя, видим хорошо. У тебя там что-то закрыто, не волнуйся, мы твой кадр видим. Да, спасибо. Теперь дальше, вот совершенно вот есть совершенно такая, ну, мифическое, так сказать, представление шаровой молнии, что она может свободно проходить через стекло. Таких случаев набралось где-то, ну, по описанию около сотни. что все говорят, вот подлетело к стеклу, прошло, свободно, ничего стеклом не сделало. По настой у этого, значит, поскольку идет борьба, значит, идея обустройстве шаровой молнии, все, значит, ну, люди, начиная с нашего любимого, значит, Петра Леонидовича Капица сказал, что на самом деле шаровая молния это не какой-то там материальный объект там с какими-то стенками твердым, это просто зона разряда, которая, значит, горит в воздухе. Теперь вопрос такой, вот высокосудистное излучение, оно может пройти через стекло? Да, может. Все, ребята, шаровая молния, это электромагнитная волна, которая где-то собралась, где-то вместе, вот она проходит. Дальше то, что вы там начинаете говорить о том, что вот не сходит, она должна, реально шаровая молния, ты должна прыгать, забудьте об этом, вот только это. И сейчас пишут различные модели о том, что действительно можно решить эту задачу, что можно иметь электромагнитную волну, которая так замкнута в каком-то пространстве, что наружу она энергии не выпускает. Ну, считайте, что, скажем, объемный резонатор, какой-то вы знаете, там, конечно, выход излучения с препятствием с твердой сетей, а вот без стенки, когда мы решаем какие-то уравнения особые, мы получаем такое решение, что есть решение, что энергия есть, а вот она никуда не выходит. Ну, в этом отношении, значит, вот это все дело продвигалось, и в последнее время появились, значит, люди, которые в это верят, и ссылаются на неких ученых, некий ученый Камерон, значит, в Англии появился, который, значит, предложил, опубликовал, что вот существуют такие самосогласованные поля, которые вот, ну, описывают энергию, которая, высокочисленное поле, которое держится внутри, наружу не выходит. Значит, я ему, значит, поскольку у меня не был, написал письмо, говорит, ну, хорошо, вот вы объясните, вот, что у вас на границе-то получается, как, как это, она говорит, а у меня границы нет, у меня бесконечные решения. Ну, то есть, получается так, типа, значит, фирмы Мавродицы, одни, значит, обеспечатают одно, неувязку других обеспечат, другой слой, ориентированный по другому, там, электроэнергетные векторы по другому, потом следующий, так, до бесконечности. То есть, на самом деле, это все никак не подкреплено, вот, но, тем не менее, это все циркулирует, и так, действительно, считается таким, общим направлением таким. Вот, так вот, вот эти наблюдения, что с стеклом ничего не делалось, говорили в пользу вот этих ребят, они говорят, ну, как же, вот есть такие доказательства. Но, вот эти около сотни случаев, этого наблюдения, никому в голову не пришло попросить, вот это стекло, и посмотреть, может, там какие-то, что-таки, мелкие какие-то изменения появились. то мы были первые, что это сделали, ну, это благодаря, так сказать, такому, общественному характеру Владимира Львовича. Мы пропустили этого мальчика, это произошло где-то под Пском, чтобы он это стекло нам прислал. Мы его исследовали, и выяснили, что все-таки шаровое молнивное стекло подействовало. Вот здесь проведено, значит, увеличенное изображение того участка, где похоже, ну, как говорил автор этого наблюдения, Носиков, его фамилия, он тоже наблюдал свободное прохождение шарового молнивного стекла. Так вот, оказалось, что небольшая часть стекла, вот, значит, порядка, значит, 2 миллиметра на миллиметр оказалась все-таки измененной. В центре оказалось какое-то полузаплавленное отверстие, порядка полмикрона, не отверстие, а такое углубление. Была выявлена потемнейшая часть стекла, и самое интересное, что вот это стекло оказалось, типа, такой маленькой лизочкой со скоростью, с фокусным расстоянием порядка 5 сантиметров. И, конечно, мы пришли к воду, что, по-видимому, стекло было, небольшая часть стекла была нагрета до кипения. В нем появились некие пузырьки, вкрапления, которые можно было даже видеть на микроскопе. Вот. Так что, первый вывод из этого такой, что кровооболня все-таки материальное тело, что она действует, что она, если она, так сказать, нагревала стекло, делала большие отверстия, то она могла нагреть отверстие, делая маленькое отверстие, которое потом смогло заплавиться. Вот. А второй вывод такой, что оказывается, что все-таки то, что внутри шаровой волни, она не целиком проходит, она каким-то образом должна перейти в струйку, а потом перейти обратно. То есть, элементы ядра шаровой молнии, которые хранят ее энергию и которые излучают, они очень маленькие, ну, порядка миллиметра, двух и так далее. Причем это самое, так сказать, оказалось рядовое наблюдение, потому что, когда шаровая волня проходила через действительно имеющееся отверстие, там щели в стекле, она тоже, значит, становилась, ну, уменьшалась в направлении и протекала, как капля воды протекает через дырочку. То есть, еще одно усвоение шаровой молнии, что если у нее есть ядро, есть там какие-то элементы, которые хранят зарядную энергию, то они должны быть не на весь объем шаровой молнии, а какие-то маленькие. Так что, опять же, следующий штрих понимания из того, что еще состоит шаровая молния, это, так сказать, мы добавляем в копилку. Ну, и другие случаи, которые обычно игнорируются, так сказать, есть в таких задачах, которые, ну, типа, всяких таких загадок природы, но которые действительно имеют реальное основание такое, что вот одна шаровая молния приблизилась сверху двум молодым мужчинам, когда она подошла к ним на расстояние там порядка там пяти метров и меньше, они почувствовали тяжесть на своих плечах, как будто на них кто-то сел. Потом шаровая молния перестала приближаться, стала подниматься вверх. И при этом давление прекратилось, возникло новое чувство, шаровая молния постала стянуть их вверх. Вот, ну, о том, что мы уже сейчас немножко вот из того, что я говорил, знаем о свойствах шаровой молнии, это можно объяснить таким образом. Вот. Почему она, значит, давит на тот объект, на этих мужчин? Значит, поскольку у нее имеется электрический заряд, ясно, что заряд даже в хорошей зарядной системе держаться бесконечно не может. Он должен стекать. Ну, исходя из того, зависит от сопротивления этого движения, сопротивления оболочек, это происходит быстро и немедленно. Но это факт такой, что это действительно свойство для всех шаровых молний. Если бы не было этого, они бы жили бы бесконечно долго. А вот жизнь их ограничена, потому что то, что им дала природа преобразование, имеется заряд, он не вечный. Так вот, вначале она передала заряд, значит, этим мужчинам. Вот. Ну, и как два положительных, ну, два положительных одинаковых заряд, они должны были отталкиваться. Теперь дальше, через некоторое время эти заряды с них стекли. Ну, осталась поляризация в электрическом поле этой молнии. То есть, они стали некими электрическими диполиями. Диполия к неоднородному, значит, источнику электрического поля притягивается, как бумажки к расческе на электрализованной. Этим объясняется вот такое действие. Ну, это, конечно, качественное объяснение, но оно вполне, вот, значит, в струе наших представлений, которые мы получили из предыдущего моего рассказа. Другой интересный случай, который тоже, в общем-то, классически неинтересный. Однажды, вблизи Петро-Заводска, шел, дождь, состав, который присоседилась, шаровая молния, размером порядка, значит, там, двух метров. Она прицепилась перед этим локомотивом, и вдруг она стала его тащить вперед. Значит, эти машинисты испугались, они выключили подачу топлива, стали давить на тормоза, ничего не изменилось, состав двигался. Они подходят, значит, к некой станции, где находится, значит, стрелка, и звонят диспетчеру о том, что мы ничего не можем сделать, нас какая-то, значит, непонятная сила тянет, дайте нам зеленый свет. Вот, она, поскольку пути были свободны, действительно допустила, вышла на перрон, и вдруг она видит, что на нее, ну, по линии, приближается состав на носок, который находится, значит, светящийся некий шар, и он пролетает мимо, то есть, считаете, что это не только, так сказать, два сумасшедших, так сказать, машинисты, но есть постоянные наблюдения, которые могут это объяснить. Теперь, чем можно объяснить, значит, опять же, зная о том, что шаровая молния имеет электрический заряд, и может некоторое время его удерживать. вот, ну, вполне возможно, что где-то там, перед локомотивом, на расстоянии там, порядка километра, наверное, летело грозовое облако, грозовое облако имеет электрический заряд, порядка, там, десяти кулон, и может быть больше, и вот, если почитать действие этого облака, заряда облака на этот заряд, ну, можно предположить, порядка одной десятой кулоны, то можно объяснить вот это действие. Причем здесь парадокс получается очень интересный, что оказывается, что, вот я уже сказал, что шаровая молния живет недолго, и характерное время жизни шаровой молнии порядка двадцати секунд, так вот, оказывается, что вот это действие длилось порядка часа. То есть считайте, что шаровая молния, ну, не очень-то большого размера, жила порядка часа. То есть вопрос такой, что действительно есть, наверное, способы предотвращения вот этого ухода заряда и разрушения шаровой молнии. Еще одна загадка, которую надо разобраться. Ну, теперь идем дальше, вот опять же, по структуре шаровой молнии. Вот смотрите, что происходит, когда шаровая молния столкнулась с автомобилем. Вот здесь первый кадр, вот имеется, значит, автомобиль, ну, видеокамеры на фамилию сняты. Вот она находится на некотором расстоянии. В тот момент, когда машина наехала на нее, появляется вспышка из каких-то частиц, которые разлетаются в разные стороны радиально, ну, и потом облако, значит, перестает светиться и растворяется. Ну, это опять же, говорит, в пользу того, что шаровые молнии находятся. Это некий объект, который внутри себя имеет некие носители заряда, вот эти мелкие заряды, о которых мы говорим, вот, которые при разрушении оболочки, которые они теряют, фактор, который их сдерживал, он, значит, разрушается, прорывается, они разлетаются, расталкиваются во все стороны. Поскольку они расталкиваются, значит, буквально радиально, значит, что они, наверное, заряжены, и они все отталкиваются друг от друга. Это, так сказать, подтверждает наше предположение о том, все-таки, как оно устроено. Поэтому, значит, мы можем на основе вот этих наблюдений уже попытаться сделать, ну, хотя бы, такую виртуальную модель шаровой молнии. Мы предполагаем, что вот действительно, вот у нас имеется некий, некое скопище, ансамбль, так сказать, зарядов, ну, здесь, скажем, положительный заряд, который находится в некой оболочке, которая создает силу, которая мешает им разлететься. Ну, здесь вот показана такая шаровой молния с таким неактивным, вот типом вот этих ионов, которые образуются, когда шаровой молния вылетает из розетки. Вот, а оболочка, как бы, предположили, ну, тот материал, который хорошо поляризуется, которого полно в природе, это вода. И вот мы считаем, что имеется некое, значит, область заполнена зарядами, вот, и имеется, значит, вот эта оболочка, где имеется поляризованная молекула воды. И дальше мы сейчас посмотрим, можно ли вот из этих вот материалов сделать шаровую молнию, ну, соединение характера, такого характера, о котором я сейчас говорил. Дальше вот такая простенькая математика, уж извините. Мы считаем, силу кулоновского расталкивания с зарядом. Это простейшая формула такая, вот, 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 обратите внимание, что вот сила расталкивания пропорциональна квадрату заряда шаровой молнии. Это очень важно. Теперь дальше. Значит, если у нас имеется вокруг нее молекулы воды, и они поляризованы, сейчас скажу, когда они, почему они должны поляризованы, то мы можем посчитать силу, которая должна сжимать эту оболочку. Значит, она пропорциональна, значит, вот толщине оболочки этой, ну, длине диполя, грубо говоря, дипольному моменту, ну, дипольному моменту, число зарядов концов диполя на оболочке, которое влияет как плотность зарядов, сигма обозначена, на площадь оболочки, и на градиент электрического поля. Вот получается вот такая формула. Вот хочу, поскольку я обратил ваше внимание, что вот эта сила, опять, пропорциональна первому квадрату заряда. Так вот, оказывается, из простой математики понятно, что при малых значениях величины ее, значит, первая степень, оказывается, забывает больше, чем ее квадрат. Так вот, оказывается, что и вот, значит, при некотором диапазоне от нуля до некоторых критического значения заряда может создаться условие, что сила сжатия может оказаться больше, чем сила расталкивания. При больших зарядах только расталкиваем. Вот. Теперь дальше, вот при полной поляризации молекул, здесь вот порядка, вот такая площадка магическая цифра, один кулон на метр. Ну, это, если считать, обычный дипольный момент молекул воды, и сок их можно разместить на квадратнометре. Так, идем дальше. Теперь, значит, для того, чтобы молекулы воды были полностью поляризованы, надо, чтобы электрическое поле было достаточно большое, иначе вот эта их ориентация будет нарушаться просто столкновениями с окружающими молекулами. И вот есть некое то условие Ланжевена, о том, что для того, чтобы была полная поляризация, ну, воды или магнитных диполий, чего угодно, есть такое условие. И для условия электрической поляризации такая, что, значит, некая, в которую входит константа Больсмана, и обратно пропорционально, значит, дипольный момент молекулы воды. Если это посчитать для воды, то получается, критическое поле получается порядка, ну, 10-9 вольт на метр, то есть огромное поле получается. И поэтому первое, что если мы хотим вот эту шаровую волню, которую мы делаем, то мы должны позаботиться, что зарядов там должно быть внутри оболочки не один-два, а довольно большое количество, чтобы, на поверхности, было довольно большое поле, вот такое сильное поле. Теперь мы считаем, что, ну, секундочку, я что-то проскочил. Теперь мы можем на сходе определить минимальную величину заряда, которая может находиться в ней. Ну, значит, мы задаемся, значит, из той формулы, вот, вот эта, которая определяет, значит, сжатие оболочки, вот эта формула, мы сюда поставляем, мы ее решаем для напряженности электрического поля, вот, подставляем значение минимального электрического поля, вот, и получаем, что минимальный заряд, который может там находиться для полной поляризации порядка, 10-3 кулона, 2 на 10-3 кулона. Значит, заряд не меньше этого, но может быть больше. Ну, предположим, что он больше на порядок, ну, что 2 на 10-2 кулона. И посмотрим, значит, какая шаровая молния может быть при этом. Приравним, значит, силу, значит, расстатывания силы и сжатия. Находим толщину оболочки, она получается 4 миллиметра для этого конкретного случая. Значит, дальше мы считаем массу этой порядка, значит, получается 500 граммов. Вот, и такая шаровая молния может левитировать в электрическом поле напряженностью 245 вольт на метр. Это такое зарядное поле, потому что вот в той комнате, где мы сидим, значит, поля ниже 100 вольт на метр сейчас не получается. Теперь дальше идем. Это интересно, мы посчитали такой, ну, малоэнергетической шаровой молнии. А что будет, если энергия будет ее больше? Вот, значит, в шаровой молнии, которая носитель заряда обладает кинетической энергией, они будут еще давить дополнительно на оболочку из-за того, что, ну, движущие частицы, значит, передают ей импульс. Ну, допустим, что вот они создают дополнительное давление в 10 раз больше, чем вот дают заряды. когда мы посчитаем, ну, и естественно, что поскольку, значит, сила давления, сжатие пропорционально, значит, толщине оболочки, значит, толщина оболочки будет в 10 раз больше. Не 4 миллиметра, а 4 сантиметра. Теперь посмотрим, что, на что способна эта шаровая молния. Значит, вот дальше, сила давления, вот такая, десятикратная цифра, которую мы имели. Дальше мы считаем давление, просто силу делаем на площадь оболочки, получаем вот 10 десятой паскали. Довольно большая сила, это действительно фантастика. Теперь дальше, существует так называемая теория эмвериала, что вот если вы хотите в какой-то сосуд накачать, значит, газ какой-то, то существует связь между плотностью энергии, кинетической энергии в движении частиц и давлением на стенке. Вот такая простая, значит, плотность энергии равна, по тройному значению давления. Причем, самое интересное, что и плотность, и давление, они в одних единицах излучаются, излучаются, так что все это не случайно. И дальше, если мы вот подставим наше вот это давление, которое мы нашли, вот это фантастическое, в эту форму, то получаем, что плотность энергии, которая накоплена внутри вот этой шаровой молнии, которую мы придумали, как раз 4 на 10 десятых джоуль на метр. Сформулируйте, что это 10 десятых, вот эта магическая цифра, которая была получена из первого наблюдения шаровой молнии в Лондоне. То есть, это типично, что действительно это экспериментально померено, и что действительно шаровая молния, вот опять же, построена с помощью примитивных расчетов, которые я вам показывал, она действительно может обвести такую шаровую молнию. ну и дальше, конечно, она будет гораздо тяжелее, и вопрос такой, что может ли она плавать в атмосфере, ну, чтобы она должна плавать, должно 2 киловольта на метр, то есть, плавать она может в условиях грозы, ну, поскольку шаровые молнии появляются, как правило, во время грозы, то такая молния может и подняться вверх, а может она и упасть вниз. Теперь вопрос такой, что хорошо, мы почитали это все для больших, так сказать, объектов, а что будет, если возьмем маленькую шаровую молнию, ну, назовем ее кластером, пускай у него будет 50 микрон, Значит, дальше, по общей методике мы меряем, какой минимальный заряд получается, 10 минус 10 кулона, 5 на 10 минус 10 кулона, порядка 10-9 элементарных зарядов, то есть, это довольно много, и как туда напихать в этой оболочке действительно некая проблема, то есть, она сама по себе образоваться не может, но в особых условиях может, вот, ну, если увеличим число зарядов, делаем больше, тогда увеличится толщина стенки, ну, в общем, она может существовать, так сказать, при различных толщинах и при различных размерах, то есть, здесь ничего нового нет, то есть, мы просто изменили масштаб, но это доказывает того, что такие же устройства, такие же системы могут существовать и иметь довольно малый размер. Теперь перейдем уже, так сказать, ну, к неким гипотезам, но первая гипотеза, как она может образоваться вблизи разряда линейной молнии. Значит, по нашей, так сказать, модели, по гипотезе происходит таким образом, что во время, ну, первое, что обычно, значит, есть такое наблюдение, что шаровые молнии обычно возникают или там длительное свечение, канал линейной молнии возникает там, где происходит ее изгиб. И то же самое отмечают и многие наблюдатели, которые видели, как шаровые молнии образовывались при разрядах линейных молнии. Вот мы считаем, что имеется некий изгиб в виде вот этой петли такой. Внутри этой петли генерируется магнитное поле, импульс магнитного поля, который, значит, некий период у него есть роста, потом падение. В момент роста у него возникает вихровое электрическое поле, ну, направление которого в первый момент будет направлено против движения тока, в обратный, значит, против тока. А дальше возникают некие эффекты, ну, которые, в общем-то, рассчитаны так, ну, конспективно совершенно. Ну, первое у нас разряд линейной молнии вокруг своего канала излучает сильное электрофиолетовое излучение, то есть вокруг него возникает дистанция и ионизация молекул воздуха и возникает некая плазма. Значит, эта плазма находится в неоднородном электромагнитном поле, которое излучается каналом разряда. Значит, по правилам движения плазмы получается так, что если имеется градиент этого поля, то плазма начинает, ну, в первую очередь электроны тянуться в область, выталкивается из области сильного поля в область маленькой. За собой они тянут ион и часть нейтральных молекул, значит, образуется вакуумная полость. Передальше магниты поля молнии и вихревое электрическое поле за местные действия приводят к разделению зарядов. Здесь я об этом говорить не буду, в моей книжке про это написано. В момент, когда поле начинает, магниты поля уменьшаться и меняется направление вихревого поля на обратное, ускорение зарядов превращается, происходит ускорение протона за счет сближения орбит. Вот. И кроме этого, все это происходит обычно, где электроны замагничены, то есть в области, где магнитное поле и электрическое поле перпендикулярно, а в области, где этого нет, ну скажем, по оси магнитного поля, там этого нет. Поэтому за это время часть электронов, которые имеют больше подвеса, чем ионы, они уходят вдоль магнитного поля и система приобретает положительный заряд. А теперь задача, которая совершенно в общем-то очень проблематична, пока эти заряды не успели разбежаться, растолкнуться, они должны образ... вокруг не должна образоваться оболочка из воды. То есть конспективно вот эта идея есть, ее надо действительно хорошо просчитывать и можно доказать условию, что такие условия существуют, когда это можно успеть сделать. То есть время, как помните, я говорил вам раньше, порядка, значит, ну одной десятой секунды. вот в результате этого получается, вот о процессе, что я вам говорил, образуется некое такое устройство схематистики, которое, оно другое, на самом деле, только схема. Значит, внутри у нас имеется электроны, которые вот движутся в электрическом поле, которое создавается, здесь снаружи находится ионы с положительным зарядом. Вот электрон пытается двигаться по противоэлектрическом поле, но поскольку он находится в магнитном поле, он заворачивается, то его движение получается по циклоиде, как в магнетроне. То есть получается такая, как ее называют, орбита, которая не попадает на электроды. Вот, фактически, значит, это поле должно удерживать электроны внутри. А ионы вращаются, ну, здесь, скорее всего, протоны, вращаются вот от этого электрического поля. Но на самом деле, эта картинка очень примитивная. В такой плоской картине электроны должны выскочить. То есть магнитное поле, которое создаётся обычным витком, оно приводит к разрушению. Поэтому на самом деле эта задача решена при конструировании ускорителей. Если, скажем, электрическое поле, которое будет магнитное поле будет иметь форму не вот такую, вот так вот, как она обычно, а будет типа такого стянутого стопа, то есть условия, что электронная орбита остаётся, значит, электрон в одной орбите. То есть это, опять же, есть некие намёки, которые надо ещё разбираться. Опять же, вот я говорю, что цель всего того, что я говорю, поставить некую задачу. Задач очень много, которые и каждому, в общем, хорошо конкретно решать. Чем больше здесь людей будет этим заниматься, тем будет лучше. вот такой некий, значит, примитивный, значит, накопитель энергии, вот эта активная энергия. Ну, ясно, что поскольку у нас имеются здесь протоны, которые вращаются с довольно большими скоростями, чуть ли там, одна десятка скоростей, вот они являются хранителями кинетической энергии. И кроме этого, ещё условия, поскольку у меня здесь имеются частицы, которые движутся, грубо говоря, периодически, то они, по-видимому, являются излучателями электромагнитной энергии, которые, в конце концов, трансформируются в ту энергию, которая действует там на кольца и на всё проще, о чём я говорил раньше. Ну, вот это я сказал, теперь мы, так сказать, идём дальше. Ну, вот то, что количество протонов превышает количество электронов, значит, это с чем связано? Во-первых, вот то, что я показал, система неустойчивая. Толя, а можно вот я вопрос, вот вернись к предыдущему, как бы вопрос задам, вот от всех, я, может быть, даже скажу. Правильно ли я понял, что вот по твоей модели шаровой молнии, там кроме электрических полей, существенными являются для стабилизации этой структуры, являются и магнитные поля, которые формируются там внутри вот этой шаровой молнии, или это только в момент образования шаровой молнии играет роль? Нет, совершенно законный вопрос, совершенно, Валерий Николаевич, значит, он здесь вот, во всей вот, это некий элемент, вот я считаю, энергетического ядра, вот это, он имеет небольшие размеры, вот судя по тому, что она, вот я говорил, что маленькие дырочки она находит, это небольшие, размер порядка миллиметра, и здесь действительно, значит, комбинация электрических и магнитных полей, значит, вот движение, значит, ионов создает магнитное поле, которое в конце концов удерживает электроны внутри, то есть без этого магнитного поля бы это все не удерживалось, дальше движение электронов создает поле тоже, но поскольку они движутся здесь в одну сторону, противоположные, ну, получается такая вещь, что для того, чтобы вот эта система существовала, оказывается, магнитный, вот, простите, пропустил, что первое предположение было такое, мы сделали такую систему, теперь говорим, что, ну, достаточно того, чтобы электрическое, что количество, она нейтральна, число электронов, число... Оль, вот давай упростим, давай упростим, ты пока просто ответь на такой вопрос, что у тебя в твоей шаровой молнии принципиальными являются движения зарядов, и они создают там, кроме электрического поля, еще и магнитное, это правильно? Абсолютно правильно, да. Все, пошли дальше. Каждый элемент ядра является магнитным депутом. Я хотел сказать, что по теореме Ирншоу, равновесие зарядов невозможно, значит, вот, поэтому только в электрическом поле, поэтому магнитные поля и движения обязательно должны быть. Все, ты ответил, давай дальше. Да, Валерий Николаевич, ну, действительно, я это не плодел, но я продолжу, потому что вопрос очень интересный, это я просто не хотел выходить за рамки. На самом деле, это все абсолютно правильно. Самое важное в это, то, что здесь нарисовано, эта система неустойчива, она должна постоянно расширяться. Значит, в первую очередь, потому что у меня, вот, не к чему привязаться. Кстати, вот, такие системы предлагались в виде, значит, электрических конденсаторов. Это, есть статья американцев. Вот моя система, я потом это обнаружил, как раз построена по этой системе. Но, естественно, такая вещь, что если у меня число электронных протонов одинаково, то магнитного поля, которое дает движение протонов, не хватает. Их надо на порядок больше иметь. Вот так получается расчет. Поэтому то, что я говорил, что у меня получается избыток положительных зарядок, именно, связано именно с этим. А второе, что получается так, что сама система расширяется, ее надо куда-то поместить в некий контейнер, который препятствует этому расширению. А кроме, это еще дополнительный заряд, получается, о котором я говорил, который действует. То есть, здесь имеется вот кинетическое вот расширение этих моих систем. И плюс еще расширение за счет расталкивания зарядов. Потому что система не такая простая, то есть, она довольно большого порядка сложности. А то, что вы говорите, абсолютно все правильно. Ну, вот и динамический конденсатор, о котором мы сейчас говорили. Количество протонов у меня больше. Поэтому система сдерживается. Нужна обязательно оболочка в самом посеве. Причем оболочка не такая простая. Вот эти миллионы атмосфер, которые действуют внутри нее, это, в общем-то, довольно такая проблематическая с точки зрения обывательной, довольно проблематическая система. Теперь дальше. вот я об этом уже скользко говорил, что электроны генерируют электромагнитное излучение. Теперь самая интересная вещь получается такая. Вот почему она, электромагнитное излучение осциллирует, она не свет, как там, непрерывная свеча или остывающая, там, головешка какая в костре. Оказывается, есть какое-то излучение подвержено каким-то определенным законам. Так вот, оказывается, что вот если мы рассмотрим электрон, допустим, мы берем работающую систему, электроны, которые движутся с околосвятовой скорости в бетатроне. Вот почему развитие бетатронов остановилось. Прекрасно простая машина на столе стоит. Оказывается, что при увеличении энергии, при наборе энергии, увеличивается довольно быстро уход энергии за счет синхротронного излучения электронов. Вот, и на этом все осталось. Вот, значит, на самом деле люди, которые серьезно занимались, есть книжка, например, Арсеновича и Лукьянова, которая говорит о том, что вот если бы на орбите бетатрон находилось не одно с гусых электронов, а, скажем, несколько, то излучение вот этих сгустков подавляло бы. Ну, грубо говоря, один сгусток излучил, значит, электробанкетвол, но она поглотилась другим, и так они должны перекидываться. Тогда излучение должно быть ослабиться и вообще-то, в конце концов, в идеале она это может совершенно не излучать. Так вот, в нашей системе получается, что вот мы предполагаем, что у нас на электронной орбите может находиться не один электрон, а, скажем, два-три-десяти тысячи электронов. Ясно, что эти электроны будут стремиться за счет кулоновского отталкивания расположиться довольно равномерно по орбите. И при этом, если они будут совершенно равномерно распределены, то они излучать совершенно не будут. А вот если их будем мешать, двигать на них, передавать какой-то импульс, равномерность изменяется, тогда они будут излучать в этот момент. А когда совершенно мы жизнь испортим, разорвем оболочку или как-то на нее подействуем, то, конечно, порядок разрушается, и они все хором излучают за короткое время. То есть, это объясняет вот это, я говорю, что это, опять же, некая концепция, но это разумно объясняет поведение. Поэтому, получается так, что хаотичность вот этого излучения и из-за вот этого нарушения равномерности расстановки электронов, а взрывы из-за того, что она полностью теряется. Ну вот, те шаровые молнии, которые выходят из розетки, ну, там проблема с того такая, что, в принципе, если у шаровых молний, которые находятся в облаке, где воды достаточно, то у этих, которые находятся в помещении, воды никакой нет. Ну, оболочку можно образовать и не только из воды, вот, например, из пыли, которую, в общем-то, как мы считаем, что если не следить за порядком, то ее накапливается довольно много. То есть, вполне, тем более, пыли-то надо немножко совсем, порядка грамма, чтобы эту шаровую молнию образовать. А сколько воды нужно вот для какой-то, вот 10-сантиметровой молнии, сколько для ваших, по вашим оценкам, масса воды какая-то? Надо порядка двух литров воды. Порядка двух литров воды. Вот в комнате, в комнате, например, в обычной комнате, 2 литра воды легко набрать, да? Ну, продолжайте дальше. Нет, нет, все правильно здесь. Это уже вопрос такой о искусственном создании шаровой молнии. Какой минимум воды я должен в установку засунуть? Так что это вопрос совершенно правильно и по делу. Ну вот, теперь дальше. Микроразмерные шаровые молнии. Как они могут образоваться? Ну, опять же, мы говорим, что должна быть пачка зарядов ионного одного знака и второе, значит, нужна вода для того, чтобы пылось оболочить. Оказывается, когда мы делаем электрический разряд в воде, того и другого достаточно. Ионы одного собираются около одного электрода. Причем, значит, чем меньше электрод, размер, тем их плотность больше, вероятность образования больше. Ну, а воды достаточно, потому что они находятся в воде и потом нужную часть материальной оболочки они вполне могут образовать. Так вот, что опытом от Субботы. Санистос получал эти микромолнии, ну, которые он называл, конечно, немножко по-другому, хотя причина у него была такая, что это сгусток электронов, которые держатся за счет квантовых сил и так далее, что это вполне возможно, но только при очень сильном сжатии, как вот, например, у Валерия Николаевича. Вот. Ну, факт такой, что заряд у его объектов был. И вот он пропускал, значит, через разбор карбоната калия, катодом у них служили толкие проволочки, и на фотопленке он появлял, значит, отпечатки круглых объектов. При ударе этих объектов об медную пластинку, это был анут у него, на ней появлялись следы в виде звезд. Ну, наверное, вот как мы уже что-то уже знаем, по-видимому, если там внутри были зарядники, там электроны или вот эти ионы, они разлетались во все стороны, как вот, когда шаромолния в автомобиль ударил. Вот его картинки, которые он получил. Вот эти круглые объекты, которые вот скользили по фотопленке. или вот этот звездочка при ударе, то, что он получил. Так что, ну, это опять же, я говорю, это были первые, после этого имеется множество, сейчас любой исследователь коалиции, он имеет множество таких вот объектов. Похоже, действительно, все вот, если вот Мацумото прав, если прав я, то, скорее всего, это некие объекты, которые имеют довольно большой электрический заряд, которым что-то сначала не дает разлететься, а потом, пускать его на свободу, он дает такие картинки. Вот теперь дальше переходим к тому, что, так сказать, появление наших странных следов. Ну, я об этом уже говорил, еще к этому вернусь. Мы предполагаем, что вот у нас вот этот наш кластер, ну, наша маленькая шаровая молния, значит, когда она летит, и она оказывается вблизи какого-то тела, скажем, это фотопленка, то в электрическом поле вот этого точного заряда происходит поляризация пленки. Ну, и, ну, как, значит, вот бумажка поляризована приближается к расческе, так и расческа приближается к бумажке, так что наша шаровая молния начинает на нее падать. Значит, когда расстояние между ними довольно маленькое, происходит электрический разряда, то есть, от нее отделяется, ну, грубо говоря, маленький кластер, который летит в пленке. Ударясь на нее, он создает там скрытые изображения, вот, по, значит, законной механике большой шаровой кластер вот этот, от нее отталкивается, вот, ну, а дальше вот это я, то, что я сейчас говорю, хочу просто, ну, сказать, все написано, дверца пленки, отделяется маленький кластер, допустим, масса одна сотая, большой кластер отлетает, потом, за счет поляризации пленки, которая все-таки остается, она начинает ее притягивать, на некоторой высоте он останавливается и отталкивается и начинает снова падать, потом происходит то же самое, то есть образуется вот эта цепочка следов, ну, она происходит не на одном месте, а если он движется еще параллельно пленке, то получается вот эта цепочка в виде пунктира. Вот мы эту модель прочитали, вот, для конкретных, значит, размеров зарядов кластера и получили довольно интересную картинку. Вот кластер подлетел вначале, вот он попрыгал, попрыгал, а потом вдруг он начал прыгать каким-то законным таким образом, что прыжок на большую высоту, прыжок на маленькую высоту, большой на маленькую. Ну, казалось бы, здесь новый результат, ну, по крайней мере, он уже близок к тому, что, если это получается в экспериментах, там же вот эти блямбы, которые появляются на пленке, это не просто точечки какие-то, а там какие-то такие, ну, как следы от шин, то есть они какие-то особые формы имеют. А после того, вот здесь вот эти два заряда, которые передались в этот момент, они, наверное, позаводействовали, рассеклись и дали какую-то сложную картинку. то есть автоматически получается объяснение вот этой сложной картины следов треков, которые появляются. Ну, вот, причина этого такая, что вот, когда кластер падает с большой высоты, он приобретает большую скорость. На его остановку надо затратить большую часть импульса, который он приобрел при испускании малого кластера. Поэтому он начинает двигаться с меньшей скорости, потом падает тоже с меньшей скоростью. А теперь, значит, картина обратная. Маленькая скорость, значит, для компенсации ее надо меньше величины импульса, поэтому прыгать опять же на большую высоту. То есть качественное объяснение такое разумное этого имеется. Теперь, почему следы, я уже о этом сказал, что дорожку он образует от того, что есть составляющая поля, которая направлена вдоль пленки. А теперь дальше он переходит к совершенно интересной вещи, которая почему-то, несмотря на призывы Анатолия Ивановича в этом разобраться в свое время, она как-то повисла, так сказать, в воздухе. Вопрос о появлении симметричных треков, треков-близнецов. Вот оказывается, что если вот мы правы, что кластер это некий такой шарик маленький, ясно, что при движении в воздухе он тормозится. И сила торможения его, ну, описывается довольно простой из формулы. Некий факт, который зависит от числа Рейн-Дольца, плотность среды, плотность воздуха, плотность сечения, квадрат радиуса и квадрат скорости. Ну, здесь вот можно при определенных соотношениях скорости и размера выбрать вот это положение это коэффициенты, это совершенно неважно все, значит, радиус кластера и его скорость. А теперь дальше мы движение, значит, при равенстве сил, которое ее тянет, это сила электрического поля, это произведение, значит, заряда напряженность поля на силу торможения, значит, из этого можно прилить, скорость получается постоянная, вот ее величина, то есть она некая постоянная умноженная на отношения, значит, произведение заряда напряженности в поле разделить на квадрат радиусом. Это значит, что вот если у нас будут кластеры разные, разного заряда, ну, у кластера с большим зарядом будет маленький размер и вот он будет вот такого вот, ну, попадет вот под этот размер, то они будут двигаться с одинаковой скоростью. Значит, ну, вот я там приводил раньше расчет нашего кластера такого, что вот если зададимся с зарядом, получается такая толщина оболочки, значит, мы знаем, значит, радиус внутренней полости, знаем толщину оболочки, определяем его радиус, то есть мы уже можем прочитать размер вот этого кластера. И вот мы посчитали, вот здесь будет таблица, где мы посчитали, значит, вот, какие бывают размеры кластера при различных зарядах. размеры кластера, вот это таблица, смотрите, значит, вот здесь вот на три порядка мы варьируем, варьируем размер кластера, вычисляем по нашей вот этой примитивной методике его радиус, находим квадрат-радиус, делим одно на другое и получаем единичку. Это значит, что вот этот класс кластеров, построенного по нашей методике такой, они все должны двигаться, несмотря на большие ряда, с одинаковой скоростью. Это значит следы близнецов получается. Так, теперь дальше переходим к следующей загадке, которая была поставлена нашим, так сказать, единым руководителем Анатолием Ивановичем. Значит, существует некий эффект Уширенко. Он говорит о чем, что вот при столкновении с металлическим мишенем, в основном стали исследовалось, частиц порошка, которые разогнаны до скорости порядка 3 км в секунду, то небольшая часть частиц порошка, ну, где-то среднего размера, порядка 40 микрон, проникает на очень большие расстояния, порядка 100 калибров размера этой песчинки. или там пылинки. Вот. Это первая загадка. Теперь дальше. Люди, которые исследовали это потом, значит, они обнаружили, что кроме этого в момент удара вот этого сгустка частиц порошка в области в мишени гирируется импульс магнитного поля. На фотографических пленках, которым была обернута вот эта болванка на боковой мишени появляются прерывистые следы частиц неизвестной, но отстральной природы неизвестной частиц. Вот то, что вот люди получили. Вот это имеется постановка эксперимента. Взрывчатка, вот это частички порошка, при взрыве они разгоняются, ударяются в этой мишени. И вот вокруг нее, здесь опять вы можете видеть, а я нет, значит, генерируется импульс магнитного поля. Значит, теперь каким образом все это можно разумно объяснить? Да, и кстати, вот те следы, которые появляются на боковой поверхности, вот эти треки, которые нас постоянно удивляют. Ну, здесь картинка обрезана, слева, значит, была болванка из алюминия, здесь и стали, вот, ну, здесь точно можно увидеть этот трек. То есть, опять, вот эти странные частицы, неизвестные частицы, или как неопознанные частицы, как можно их назвать, значит, они появляются в этом деле. Значит, похоже, если мы разберемся, как у нас появляются частицы вот опыта Уруцкоева и остальных наших ученых, то мы попробуем, ну, хотя бы предложить разумную модель эффекта Уширинга. Ну, попытаемся это сделать. Вот, рассуждать так, что, допустим, с мягшей столкнулся титановый шарик радиусом 30 микрон, масса его из этого вычисляется, что порядка 5 на 10 минус десятый килограмма, значит, при такой скорости мы определяем его генетическую энергию вот такую, и теперь дальше мы начинаем рассуждать так, что при остановке этого шарика электроны, которые слабо связаны с кристаллической решеткой, свободные электроны, по инерции могут перейти в мишень. В этот момент удара ток, который пройдет по мишени, создаст импульс магнитного поля. Похоже, так сказать, глупость не говорим. На самом деле магнитное поле есть, и причины этого тока вроде бы разумные нашли. И попробую, какой заряд может подвести шарик при ударе. Значит, мы рассуждаем так, что, поскольку, значит, вот, ну, мы бы считаем, что, опять же, такой расчет на пальцы, что, скажем, от шарика в момент удара удаляется некая часть отрицательного заряда. но ясно при этом шар стал заряжен на такую же величину положительную, поэтому, когда мы считаем силу разведения их зарядов, вот, от радиуса шарика расстояния до бесконечности, то получается некая вот эта работа дельта-1, в которой участвуют вот эти два шарика. После этого процесса шарик уже имеет два таких вот заряда, и отъем от него той же самой порции, вот эта дельта-ку, уже получается больше. Ну и дальше, когда мы считаем, когда большое количество этих шариков, порции отрицательного заряда делится, мы получаем некую формула, где вот число вот этих наших функций. Получается, что полная работа, когда просуммировать все, получается, вот она описывается некой вот такой формулой. Если мы проверяем эту работу кинетической энергии шарика, которую мы нашли дальше, то мы находим величину заряда. Ну, величина заряда это число вот этих итераций на величину, которую мы отнимаем за каждый шар. Вот она получается, у нас получается 10,1 колонна. Если вспомнить, что получается, что те заряды, которые у нас имеются, когда мы рассчитывали эти микроскопические шаровые молнии или эти микрокластеры, такого порядка. То есть вполне можно заработать на этом столкновении довольно большой заряд на этом шарике. Вопрос другой, как его потом можно удержать и что вообще-то он может сделать. А вот что он может сделать, мы посмотрим дальше. Значит, если он находится на поверхности и сидит, летит, то за счет того, опять же, мы знаем, что есть такой закон зеркального притяжения, вот по этому зеркальному натяжению, вот этот шарик с этим зарядом, который мы посчитали, давит довольно сильно, 2,5 ньютона для такого маленького, потому что если посчитаем давление, то оно получается 884 мегапаскаля. Это огромнейшее давление, то есть стали это выдержать не может. у него предел прочности 330 мегапаскалей. Это значит, что этот шарик должен как ну скажем, воск втянуться внутрь твердого тела, внутрь материала мишени. Теперь дальше. Он раздвинет стенки вот этого канала, которого окажется, и будет давить не он, если посчитать, что при этом у нас площадь немножко изменится, но тоже очень сильно, 440 мегапаскалей. Дальше вопрос идет такой, вот поскольку он оказался в проводящей среде, то кто может быть с его зарядом? Он ясно стечет раньше и позже, но вопрос за какое время? Как он может там держаться? Вопрос открытый. Вот допустим, что вот этот процесс, значит, он, допустим, что в момент внедрения образования на шарике образовалась, может быть, изолирующая пленка из окисти, вот, может, какие-то запоны действующие внутри проводящего тела, заряженные тела, какие-то особенные, но по крайней мере они должны взаимодействовать с наведенными поляризованными зарядами и как-то двигаться. Вопрос малоисследованный. Ну, допустим, что он некоторое время там находится. Ну, первое, что понятно, что если он находится вблизи стенки, то на стенке, вот, и имеет он, скажем, положительный заряд, соберутся заряды отрицательные, которые будут пытаться его притянуть, и в части соберутся в другой части стенки положительный заряд, который будет его отталкивать, игра этих зарядов сил может быть заставит его двигаться в центре этой болванки. Ну, и силы по оценкам, ну, порядка одного ньютона. Теперь дальше. Вся загадка, с которой не могут исследовать, справиться уже почти 20 лет, люди, которые пишут умные статьи по поводу эффекта Уширенка. Они все говорят, что, ребята, здесь законы, значит, сохранения энергии не работают. Для того, чтобы шарик проник внутрь матрицы на те глубины, которые появляются, у него, то есть, кинетическая энергия должна быть, ну, на три порядка больше. Или второе, он должен, сила трения его при движении должна упасть где-то опять на 10 порядков. Как это может получиться, ну, мы не знаем, ну, вот, и каждый пишет статью, которая ничего не подтверждает и опровергает друг от друга. Значит, спасибо, значит, Анатолию Ивановичу, вот, те статьи, которые он нам прислал, когда мы работали с этим, значит, разобрался, ну, в общем, и осталось припрежнение, что задача осталась неразрешенной. А теперь попытаемся ее понять, где есть выход из этого. Значит, где-то вот в конце 30-х, в начале 40-х годов, значит, в Америке работал ученый Бриджман, который занимался исследованием высоких давлений, условий, значит, он получал, ну, классическим способом, там, жимая масло, высокое давление происходит там, изменение механических свойств, физических, различных материалов. И вот он открыл явление, ну, кстати, значит, он получил Нобелевскую премию где-то, по-моему, в 44-м году за свою работу. Открыл некий эффект, эффект, который называется давление со сдвигом. Значит, оказалось, что если сильно жать два диска, ну, допустим, два металлических диска, а потом один из них повернуть на некоторый угол, то в этот момент, как понятно, объясняется, из-за разрыва международных связей сила трения уменьшается на 10 порядков и становится на 3-4 порядка меньше, чем в жидком металле. Значит, в 60-е годы прошлого века этой проблемой заинтересовались, значит, ученые из нашего Института химической физики. Вот, они подтвердили это, но оказалось, что вот, если ждать, скажем, два разнородных материала, там, серебро, медь, то в момент этого сдвига, то появляется быстрое, значит, взаимопроникновение, образуется, значит, сплавы из разных металлов. Это дело, оказывается, имеет еще отрицательный эффект. Можно с помощью его измельчать полимеры, то есть здесь была и технология на этом разработана. Значит, вот люди, опять же, вот, мы хорошие знакомые в свое время даже придумали, ну, с помощью этого метода, как можно измельчать шины автомобиля, то есть все это работает. Эффект есть, но про этот эффект, к сожалению, забыли. Допустим, что он существует. Тогда мы рассуждаем таким образом, что в момент двига шарика под действием вот этого слабого электрического поля, который еще остался, благодаря наличию его заряда и индустриальных зарядов в матрице, то, смесившись на подействие в это дело, сила трения резко упадет, и он начнет двигаться в условиях сверхнизкого трения. И он может выйти, когда вот еще сила, которая что-то пытается дергать, пока ее остается. Он даже может выйти на поверхность и оставить следы на фотоплетке. То есть идеология, в принципе, разумная, но вопрос такой, как это надо доказать в цифрах, остается задачей, так сказать, той, которая вытекает из наших предыдущих вот этих догадок. Ну, теперь дальше я завершаю. Толь, значит, ты уже выступаешь полтора часа. Я кончаю, я кончаю, конечно. Здорово, да, хорошо, продолжаем. Конец, да, простите, конец такой, что теперь вот та проблема, которая нас волнует больше всего. Не эти мелкие частицы, не эти эффекты у Шеренка и что-то еще. А действительно, почему имеются вот эти при очень слабых воздействиях изменения идеального состояния вещей. Вполне возможно, что вот эти процессы каким-то образом связаны с именно появлением этих наших страданий. Что, и скорее всего, может быть, даже, более того, они будут основным агентом, который способствует протеканию этих процессов. Значит, поскольку, значит, единственное, значит, свойство этих частиц, которые отличаются от обычных кластеров, то, что вокруг них имеются очень сильные электрические поля. И второе, что эти частицы могут внедряться внутрь твердого дела и жить там довольно долго. Вот это, вот это открытие, я считаю, Нестеровича, которым Мефис занимается, и Володи Чижова, который нам показывал, что у него эти частицы, которые где-то год назад он собрал, до сих пор они выходят и дают о себе знать с помощью следов. Вот, теперь дальше, напряженность электрического поля на поверхности этой микроскопической шаровой молнии, я говорил, должна быть там по поводу критерия Ланжевена больше, чем 10,9, ну, допустим, даже, может, 10,1 вольт на метр. Это сравнимо с напряженностью электрического поля внутри атома. Ну, скажем, это водород, если посчитать близкие цифры, получается. Поэтому, если вот эта микромолния или неопознанная частичка внедрится внутрь твердого тела и будет там находиться довольно долго, то оно, конечно, приведет к измерению, ну, за счет поляризации распределения электрических полей вокруг конкретных атомов. Ну, грубо говоря, так совершенно, она может привести к отталкиванию электронного облака атома кристаллической решетки и ядро оголиться. И, значит, получается такая вещь, что у тебя имеется такое ядро и вот это материал этой внедрившейся частички, которая долго-долго время находится внутри. Теперь дальше. Что может произойти за вот такое долгое время? Это непонятно. Существует, например, в квантовой механике такое явление, как преодоление квантового потенциального барьера, о котором, в общем, сказать никто ничего конкретно не может. Ясно, что частички, чтобы преодолеть, должны что-то сделать, набрать энергии и так далее. Но вполне возможно, что вот это длительное время существования может каким-то образом помочь в таком преодолении. Тем более, что в природе есть процессы, которые происходят как с хадом мелких, малоэнергетических шагов. Наиболее яркий пример – это поглощение двух красных квантов хлорофилов растений. Поэтому, значит, вот растения, голубую часть спектра отбрасывают, поэтому они все зеленые, а красные они поглощают и строят, так сказать, себя из этого. Есть случаи, например, с тем я тоже сталкивался в той работе по разделению изотопов, что существует процесс благофотонной дистанции, то, например, молекулу сложную, типа С106, можно застатистировать путем поглощения квантов с малой энергией. Значит, вполне возможно, что и в нашем случае могут участвовать не только ядро, но и электронные атомы. Это уже, в принципе, к этому мы уже пришли. Вполне возможно, что здесь уже надо идти дальше, и что какую-то роль в этом может играть и вся кристаллическая решетка. Ну, например, в эффекте мезбара и пульс отдачи ядра передается всей решетке. Ну, в природе есть процессы, на первый взгляд, малозначные, однако, при определенных обстоятельствах они становятся решающими. Ну, например, воздух свидетельствует только из того, что концентрация молекул неоднородная. Если вы посчитаете, если молекулы воздуха были расположены совершенно по порядку, то небо было всегда черным. Теперь известная вещь, которую я с водородным мастером работал, что оказывается, что если движение атома ограничить размером меньшей длинной волны, то оно излучает не доблежную шею дну линию, а не смещенную линию. Ну, на чем основано вот это построение стабильных часов на их основе. Ну, выводы. Значит, я построил принципиальную модель шаровой волны, которая охватывает диапазон размеров от микроскопических, непознанных частиц, до неопознанных летающих объектов, так, итерация некая. Согласно этой модели, шаровая молния представляет собой неполиарно заряженный электрод атмосферно-электрического конденсатора. То есть, мы идем дальше, что она, в принципе, является такой открытой системой, что, в общем-то, раньше мало осознавалась. Еще и два типа шаровых волнек с пассивным ядром и с активным ядром с большой энергией. Кулоновская расталка сдерживается поляризованной оболочкой. Значит, что микроскопическая шаровая волня, как я показал, если я прав, способом объяснить, ну, известная на этом, на сегодняшний момент свойство странных частиц, а силе электрического поля, другого, вблизи многозарядного лазера, лазера может быть фактором способствующего протекания ядерных реакций. Вот. Ну, и последнее, значит, вот, то, что я говорил более подробно, значит, в моей книжке, она продается в озоне и вайлдберри гораздо ниже стоимости, так что, если кто-то заинтересуется, я, так сказать, машу. Значит, второе, значит, вот я с чего начал, что эта работа я обязан, так сказать, ну, в первую очередь, так сказать, моим близким, моей жене, так сказать, моим детям, вот, ну, в первую очередь, вот, тем людям, с которым меня свела судьба, это Володя Бычков и Толя Климов, вот, значит, Володя, это, моя книжка вышла в 22-м году, Володя книгу свою написал в 21-м году, эти две книги фактически не перекрывают, так сказать, они дополняют одна другую, вот, ну, про мою книгу я сказал, а Володина книжка, она, он может ее подарить, кому хочешь, вот, а кроме этого, по нашим коллективным трудам за время вот этих 25 лет мы выпустили три тома «Бязатель Шпрингер», которые входили в, значит, наши описания, значит, авторами там были, значит, Володя, Толя Климов и я, ну, они на английском языке, а вот эта книжка вполне доступна. спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо, Анатолий Ильич. Друзья, сейчас стадия вопросов. Пожалуйста, короткие, четкие, ясные вопросы задавайте. Поднимайте руки, как мы обычно делаем. Так, начали поднимать, вот первые подняла Людмила Борисовна Полдарева. Пожалуйста. Да, спасибо, да, очень интересное сообщение. Я хотела спросить вот что. Вы вначале показали, как исчезла цепочка на шее там молодого человека, а я читала, что исчезали даже инструменты, которые лежали, и когда мимо них пролетала шаровая молния. Если бы это была большая энергетика, то тогда оставались бы какие-нибудь следы, они не оставались после этих инструментов. И вода, которая была вокруг шаровой молнии, тоже не испарялась. Как вы объясняете исчезновение предметов, мимо которых металлических предметов, это были металлические все предметы, мимо которых пролетала шаровая молния. Извините, это первый вопрос. А второй вопрос. Я была свидетельницей, при мне шаровая молния была образована. И эта шаровая молния была образована прямо в воздухе. Не было там никакой воды. Но правда, погода такая была призгрызовая. А может, что может быть вместо молекул воды, что может сдерживать вот эти электрические взаимодействия? Спасибо всем. Спасибо, Людмила Борисовна. Действительно, шаровая молния, загадка за загадкой. Значит, первое, исчезновение природы, предметов. Значит, первое, что это правильное уничтожение, это испарение. Причем испарение получается, грузовейный нагрев до пара. То, что было про цепочку и про браслет, который был описан. Но она, поскольку она имеет электрический заряд, она может выступить и воровкой. То есть она может к себе прицепить этот предмет и утащить. Потому что в электрическом поле, которое она создает вокруг себя, возникает притяжение к ней и как металлических, так и неметаллических предметов за счет поляризации. Описано даже в случае, когда она утащила с собой, значит, ну, точнее, принесла с собой камень, порядка килограмма. Значит, она улетела в комнату, когда она там улетела, нашли этот камень, долго хранили, потом и так далее. Так что это все вот вписывается в то, что это шаровая молния, значит, и является предмет, значит, объектом, который, в общем, довольно активно взаимодействует с внешними предметами. Так что это вполне разумное объяснение. То, что она могла появиться, вот, значит, ну, из ничего, так сказать, ну, ясно, что, ну, я не знаю, киберевый слой был, электрический разряд или там что-то еще, ну, это остается некая зарядка, но это не противоречит тому, что я сказал, что вполне возможно, что вот этот каким-то образом случайно образовавшийся заряд, может быть, не такого, не такой большой величины, может оказаться внутри вот этого контейнера, который может образоваться не только из воды, но может образоваться из пыли, там, из каких-то других вещей, которые могут поляризоваться. То есть это, в общем-то, не противоречит общему, потому что общее, вот, что общее для того, что я говорил, вот, объекта, класса объектов, то, что это довольно приличный заряд, который долгое время может удерживаться в ограниченном объеме. А вот свойство его может быть очень многочисленным. Спасибо. Так, спасибо за вопрос и за ответ. Значит, Владислав Меркер, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, коллеги. Так, у меня тоже два вопроса, я только по одному буду задавать. Вот недавно я увидел картинку, которая называлась «Шаровая молния в космосе». И, естественно, там не только воды, но даже и воздуха-то, в общем, нет. Ну, то есть, наверное, это наблюдали космонавты и сделали фотографии. Так вот, вы как-то анализировали эти ситуации применительно к вашей модели? Или, так сказать, вы не знаете об этом опыте? Я, во-первых, про этот опыт не знаю, но уточните, в космосе это что? Ну, я думаю, что на расстоянии на расстоянии нескольких сотен километров от поверхности Земли. Здесь я сказать ничего не могу. Вполне возможно, что это действительно... Ну, что-то, поскольку здесь не то, что творится... Вокруг летательных аппаратов вот свечение шаттлов связано с тем, что есть заряженная атмосфера. Там много газов в момент маневров, пыли много. Аппарат не пустой. Нет, но он же летит. Он же летит уже до огня. Вот это облако полевое заряженное, она сопровождает ракету даже при старте. Она в коконе летит, понимаете? Электролизация такая сильная, что не знаешь, что делать. Особенно пороховые ракеты летают. Они коконом, а кровоохраняются вот этим вот заряженным коконом. Толь, Толь, можно я все-таки... Я тоже попытаюсь ответить на этот вопрос. Что действительно загадок остается много. Связано ли это с шаровыми молниями или нет? Скорее всего, нет. Значит, первое, значит, вот я об этом не стал говорить, на самом деле вот этот класс вот этих объектов заряженных, открытых конденсаторов, так можно просто сказать, он просирается от области микро-шаровых молний до, так сказать, неопознанных летающих объектов. Скорее всего, что они имеют ту же самую природу и тоже те же самые причины образования, то есть накопление довольно большого заряда в оболочке, которая их удерживает. Теперь при исследовании вот этих неизвестно неопознанных летающих объектов существует очень много ошибок, связанных с оптическими эффектами и связанных, скажем, с неправильной интерпретацией, о чем сейчас говорил Анатолий Иванович, следов от космических аппаратов, ну, взлетающих ракет и так далее. Значит, известен случай, когда, значит, в районе Петрозаводска были сообщения о том, что наблюдалось какое-то, значит, огромное облако типа медузы, которое, ну, так сказать, напугало всех, обсуждалось. Оказалось, что это ракета, которая вышла из тени Земли, это был запуск утром, и то горющее было слито там из второй ступени, оно, в общем, стало светиться в лучах солнца. Так что ошибок очень много, и поэтому вот это единичное наблюдение, о котором вы сказали, оно вполне интересно, но вопрос такой, попадает это в класс, и если необходимо сейчас идем серьезно разбираться, надо накопить довольно большое количество информации. Ну, в любом случае надо разбираться. Я согласен, да. Второй вопрос. Второй вопрос такой. У вас проскочила фраза, что интерференция что-то там подавляет. Значит, суть в том, что интерференция ничего подавлять не может, потому что она подавляет в каком-то одном направлении, зато усиливает в другом. На этом принципе работают фазированные антенные решетки. Так вот, каким образом в ваших рассуждениях вот это очевидное знание, собственно, должно присутствовать? Потому что не может подавиться излучение вообще. Хорошо, я неудачно выразился. Идея такая, что вот если у меня имеется два электрона, ну, два объекта, допустим, две антенны, которые излучают одна в направлении другой. Вот я излучил травмогнитную волну, а вторая волна, которая настроена на излучение и тот же самый резонанс, поглотила ее. Потом излучила обратно, поглотила первая. То есть они имеют объем энергии внутри замкнутой системы. Ну, грубо говоря, то же самое, чтобы два излучателя поместили в отражающий какой-то там объем. Ну, смысл был такой. Мне кажется, так не бывает. То есть в каком-то направлении они подавят, так сказать, излучение, но в других... Владислав, Владислав, вот вы вопрос задали, он ответил, а вот вы свои соображения очень важные сможете еще раз высказать сегодня чуть попозже. Хорошо, спасибо. Но я еще, Владислав, я еще продолжу. На самом деле, это не моя идея. Это идея Арцемовича, которая написана в его книжке. Я ему верю, поскольку я его учини. Хорошо. Ответ понятен. В общем, ссылка на Арцемовича, она так нас не очень убеждает, но заставляет напрячься. Спасибо Владиславу за интересный вопрос, и он сможет еще прокомментировать их. Так, Валерий Николаевич Покулин, пожалуйста. Анатолий Ильич, весь ваш замечательный рассказ, он основан на понятии заряда. Вот там заряд стекает с молнии прямо на мужчин, заряд расталкивает. А что такое заряд, по-вашему? Можете дать определение его и сказать, что это такое? Спасибо, Валерий. Вопрос действительно правильный, но вопрос такой, что он должен быть адресован людям, которые занимаются чистой теорией. Я всю жизнь занимался экспериментом, и от меня, ну и сам себя, и от меня люди, которые, так сказать, давали мне работу, требовали конкретный результат. Спасибо. Я говорю, что модели, модели объяснения природы, на самом деле природа работает, как никто из нас не знает, и, наверное, долгое время не будет знать, по-настоящему. Существуют некие модели, которые мы все придумали. Есть некая модель наличия зарядов, наличия электрических полей и так далее. И она, в принципе, работает. То есть вот то, что я делал, у меня уже был большой пласт работы, работы с высокочастотным излучением, там, колебательные, и вращательные спектры молекул, радиоспектроскопия, значит, волноводы, там вся работа, все это работало. И понятия там, конечно, стоящие волны, отраженные, все работало. На самом деле, это правильно в природе существует или нет, это остается вопросом. Но это все позволяет получить правильный ответ. Я получал правильный ответ, который встречался с экспериментом. Поэтому я и на этом уровне, и до сих пор и работаю. А можно спросить по модели, которую вы сами придумали? Вот вы сказали, что у вас оболочка состоит из воды, как правило, из воды. Значит, когда шаровая модель лопнула, должна остаться лужа. На полу. Это наблюдалось или нет? Значит, насчет лужи нет, потому что вода в оболочи находится в твердом состоянии. Ну, типа льда, грубо говоря, так. Вот второе, значит, энергии, которая, вот если хватает энергии, которая, чтобы расслабила и испарила металл, то вполне хватает, чтобы и диспергировать полностью водяную оболочку. Вот. А то, что вода, значит, облако, значит, пара или там дыма, как говорили, возникает при взрыве шаровой молнии, таких около сотни наблюдений. Спасибо. А можно последний вопрос, Валерий Николаевич? Я читал книгу Бычкова Владимира Львовича. И так и, в общем-то, вот сейчас вас слушаю и не понял, имеются ли наблюдения, когда шаровая молния проходит через стекло и его не повреждает. Стекло остается совершенно цельным. Есть такие случаи? Или вы возражаете против этого? Значит, я рассказывал про случай, когда стекло осталось, на первый взгляд, абсолютно целым. Так говорят все наблюдатели. Потому что, на самом деле, мы в первый взгляд, когда... На первый взгляд, когда это стекло появилось в наших руках, тоже там ничего не нашли. Но потом... Потому что повреждения были порядка, там, миллиметра, так сказать. А само пятнышко было полмиллиметра. Там была дырочка такая заплавленная. И только после того, как мы стали ползать по нему с лопой, мы все это нашли. Поэтому наше предположение, оно подтвердится или нет, подтвердится оно может только к следующим наблюдениям, что если исследовать те стекла, про которые наблюдатели говорили, что через него прошла шаровая молния, оставив следов, на самом деле их надо исследовать. И надо доказать, что там действительно ничего не было, даже вот этих микроподтверждений. Потому что микроподтверждения, которые мы обнаружили, как раз опять же дают нам новое представление шаровой молнии, что ее, значит, ядро, ну, как, грубо говоря, она как сделана из пшена, то есть мелкие там имеются, значит, частички, которые могут проходить, то есть она не обязана пролетать, как футбольный мяч через стекло. В футбольный мяч мы знаем, что делать со стеклом. Она протекает, как капля житости через отверстие. Вот это еще одно свойство, которое, в общем, мало понятно, но оно есть. Я благодарю вас. Спасибо, спасибо. Так, у нас Сергей Михайлович, пожалуйста, Водин. Да я коротенько. Один вопросик у меня к Анатолию Ильичу. Вот, Анатолий Ильич, я совершенно согласен с вашими оценками, что для испарения металлической цепочки там на шее у молодого человека нужна мощность порядка там 200 киловатт. Вот, и все это происходит достаточно быстро. А если представить себе, что шаровая молния находится на расстоянии нескольких метров от этого человека, так суммарная мощность этой молнии должна быть несколько мегаватт и больше. Как вы думаете, как происходит вообще излучение и источник энергии в этой шаровой молнии? Вот интересно мне знать. Спасибо. Значит, источник энергии единственное, это кинетическое движение частиц. Ну, тяжелых. Это мегаватты, это мегаватты. Да, да. Да, получается, если посчитать вот ту плотность вот 10-10 джоли в одном литре, то довольно большая энергия. Как она расходуется, как она трансформируется, как она направляется в момент разрушения, вопрос открытый. Я знаю только, предположим, что есть энергия, а потом она превращается в другие формы. То есть, если я прав, то этим вопросом надо заниматься. Это, конечно, не на год, не на два, она больше длительная. И не на одного человека, и на нашу тройку, а на большое количество таких ребят, которые молодые, которые хотят в этом разобраться. То есть, вопрос открытый. Я не могу ответить. Хорошо. Тогда еще один маленький вопросик. Вот вы показывали картинку, где там избушка разрушена в результате действия этой шаровой молнии. И похоже, что это фугасные, небризантные действия. А вот механизм такого действия каков? Что является рабочим телом? Вот как порох, например, взрывается, но обладает форматным действием. Сергей, вот мы специально этим, вот я говорю, что тронуться, славность такого, что она щадит людей. Вот нас действительно это насторожило. Дал вопрос предположить, что это небризантный взрыв, а что-то другое. Вот мы специально в этом разобрались. Вот наша статья, которая находится в журнале «Атмосфера». Она вышла в начале этого года. Мы все специально разбирались. Идея такая, что находится довольно большой заряд. Ну, заряд, порядка одной десятой кулоны, например. Когда этот заряд, когда прорываем шаровую молнию, то мы его освобождаем. И в первый момент этот заряд оседает на стенках комнаты. И он там находится порядка доли секунды. То есть он не сразу уходит на поверхность, потому что он должен посочиться через деревянные стены и там уйти. И вот за это время он оказывает давление, мы это давление считали, вполне достаточно для того, чтобы эту стену выломать. Это колоновские силы, да? Да, просто колоновские силы расталкивают. Ну, такое простое. Там все это есть, так что посмотрите. Правы были. А как вы только удерживаете такой огромный заряд в маленьком объеме? Вот это вот непонятно. Да, да, да. Не я, это шаровая волна. Хорошо, спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. А как это удерживается? Вот только что довольно подробно рассказывал Анатолий Ильич. Ну, в этом надо еще разбираться. Так, Андрей Чистолинов, пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий Ильич. Прежде всего, хотел бы вас поблагодарить за то, что вы не забываете эту тему, привлекаете внимание к проблеме шаровой молнии. А вопрос у меня такой. Но вот смотрите, фактически вы предложили новый способ летательного движения летательных аппаратов в атмосфере. Вы как бы не планируете это развить? Ну, в конце концов, создать искусственный такой летательный аппарат? Ну, Андрей, спасибо. Андрей, прости, Денис, что я тебе обещал книгу, но ты запоздал, потому что на самом деле я уже все такие подарочки не раздал. Да ничего страшного. Вот. А второе, ты абсолютно правил, просто я про это не говорил. В общем, вопрос о том, что для чего все это нужно, как это можно исполнить, потому что, ну, ясно, основная наша цель разобраться в этих ядерных превращениях, понятно, мы, в конце концов, наверное, начнем там отходы, уничтожать и так далее. То есть, в любом деле, так сказать, важно практическое применение. То есть, вопрос такой, о шаровой молнии. Значит, первое, что можно придумать, ну, скажем, это, ну, грубо говоря, аккумулятор энергии. Ну, получается, во-первых, он краткосрочный, второе, довольно опасный, большой заряд держать в автомобиле тяжело. Ну, в принципе, например, есть такие у нас процессы, которые требуют довольно короткого времени применения, например, взлет ракеты. Можно это помочь. И второе, вот абсолютно правильно это я обратил внимание, это может быть основой вот воздухоплавания. Потому что, фактически, у нас, мы находимся, живем в большом электрическом конденсаторе. Если у нас будет какой-то заряд, который мы можем некоторое время держать, то регулируя этот заряд и, так сказать, величину этого заряда и этими полями трансферирования, мы вполне можем там облегчить там воздухоплавание. Вопрос вполне законный, вполне возможно, что по этому пути пойдет. Это уже практически без нас. Вот вы помоложе, вот вы этим, может быть, займетесь, но нам бы хотелось дожить до этих времен, но, к сожалению, Бог, так сказать, ограничивает время жизни человека. Вот поэтому цель вот эта и моя, и Володина, и Толина Климова тем, что вот то, что мы накопали за этот 20 лет путем сильных споров. Помню, что мы с тобой тоже очень сильно спорили. Надо, чтобы это не пропало. Молодые люди, так сказать, пошли дальше. Вот наша цель. Ну, еще такой вопрос. Еще вопрос. Пожалуйста. Анатолий Ильич, вот вы сторонник бритвы Акама. Да, ну, знаете, я не сторонник, но вы сторонник, да? Чего-чего? Бритва Акама. Принципа Акама, да. Ну, вот смотрите, но на самом деле, вот в вашем докладе сегодняшнем, ну, предположение было вот буквально там в каждой третьей фразе. Я думаю, что количество предположений там генерировалось со скоростью порядка там одного в минуту как минимум. И там не меньше сотни разных предположений было. и в том, что касало шаровых молний, и в том, что касало странного излучения. Во всяком случае, это точно больше, чем количество опубликованных фотографий странного излучения. Вот как с этим быть? Как быть с вот этим очень большим количеством гипотез, и как их все проверять, и кто их будет, и когда проверять, и как это все делать? Нет, абсолютно правильно. На самом деле, пока у нас идет поиск, то есть это приветствуются все поиски, все предположения. Но в теории их, казалось бы, не должно быть слишком много. Нет. А их было очень много звучит. Ну, ответ, Андрей, ответ, это тебе кажется много, а ему кажется не очень. нет, 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 Валера, у меня есть свой ответ, что ты абсолютно прав, что действительно ограничивать число поисков, значит, объяснений, ни в коем случае нельзя, потому что заранее ты не знаешь, какая является истина. Ну, мы уже через проходили, через теорию, например, там, социального устройства и так далее. Не надо больше второй раз наступать на это. Как говорили китайцы, надо давать, так сказать, всем цветам расцветать. Единственное, к чему я призываю, что первое, что к этому надо относиться к каждому серьезно. Не просто так прокурорекал и спрятался. А таких вот, особенно в сфере шаровой молнии много. Я не говорю про нашу тройку, про тебя и про всех. Мы, про нашу компанию, мы работаем по-другому, потому что мы русские и, в общем, у нас немножко другой подход к этому. Мы уже 25 лет контактируем с американцами. за это время, когда я пытаюсь и Володе, и Толя конкретному американцу, другому, европейскому сказать, ребята, послушайте, вы сказали вот эту вещь, а что у вас дальше? Вот как вы... А он то, что написал 30-40 лет назад, он стоит на этом, он ни капельки не сдвинулся, он не работает над этим. Поэтому, значит, толка от его предположения никакого нет. То есть, если ты родил ребенка, то ты должен его воспитывать и доказывать из него делать человека, так и из своего. Вот мы это попытались сделать. К чему-то мы пришли. У нас, в общем-то, ну, немножко у нас отличаются подходы, вот, так сказать, но, тем не менее, в общем-то, мы согласны. Поэтому я считаю, что кроме нас, ну, конкретно меня там и других, существуют еще другие вполне, так сказать, разумные подходы к решению этой проблемы. Мы не говорим, что мы решили эту задачу, лучше, ребята, прекратите ваши задачи. Мы говорим, хорошо, ребята, вот ваша модель. Теперь вот, будьте добры, вот существует целый класс подсказок природы, вот это наблюдение, объясните их с вашей точки зрения. Если вы объясните лучше нас, мы скажем, что вы правы. Вот делайте это. Вот никто до сих пор этого не сделал, кроме нас. Вот мы в течение 25 лет проверяли вот это, наши такие предположения о том, что это конденсатор, что это то, другое. Так что, пожалуйста, дорога вперед, действуйте. Спасибо. Твои предположения, я их не отвергаю, пожалуйста, заведи их до конца, до конкретных объяснений. Спасибо. Анатолий Ильич, это внятное объяснение. Андрей, есть еще вопросы? Нет, все, спасибо. Еще, Андрей, сможешь выступить там в комментариях каких-то. Савинков, Геннадий Константинович, пожалуйста. Анатолий Ильич, у меня такой вопрос. А какая разница между НЛО и вот вашими шаровыми молниями небольшими? Алло? Я думаю, да, да, я слушаю, Геннадий. Я думаю, что НЛО и шаровые молнии, это, ну, грубо говоря, НЛО и шаровые молнии, так сказать, большого размера. Ну, то есть, большого размера. Ну, они, в принципе, по природе свое одинаковые, или они разную имеют природу? Нет, нет, природа одна, устройство одно и то же. Подождите, да, вы же говорили, что там вот показывали даже видео, что у вас шаровые молнии рождаются в грозу из грозового разряда. А НЛО они появляются в чистом небе. В чем разница? Вы их наблюдаете в чистом небе, а где они появляются, вы не знаете. А появляются они в чем? Что здесь есть наблюдение. Вот они описаны в книгах Григорьева, ну, у Стаханова, наверное, есть, что, ну, обычно вот во время грозы летчикам запрещают залетать в облака. Но были случаи, когда вот, есть три случая у Григория, вот я буквально их сегодня перечитывал для памяти. Когда по неволе летчики залетали в облака, то они видели там странную картину, то они видели, что облако внутри напичкано шаровыми молниями. Буквально, значит, там через 10 метров там висели шаровые молнии. И идея такая устройства НЛО, допустим, что у нас несколько шаровых молний в облаке прибыли оболочку, то там воды тоже достаточно. и вот эта система из нескольких плененых шаровых молний может вылететь из облака и восприниматься как вот это НЛО. Тем более, если эти шаровые молнии живут там сами по себе, то вполне они могут похожи на вот этот космический аппарат. Маленькие шаровые молнии, которые разбегутся на границе этой полости. Будут выглядеть, как иллюминаторы, там что-то еще. Теперь дальше вот наблюдались вот эти НЛО, ну летающие, был такой случай опубликован на газете Труд, когда шарова, ну большая шарова, ну какой-то объект непонятный, который сопровождал самолет. Так вот, оказывается, что этот объект испускал узкий луч типа прожектора, который в принципе, если это действительно связано с шаровыми молниями, можно объяснить тем, что вот, как я говорил, что имеется в составе ядра шаровых молнии, быстрые электроны, которые вращаются по орбитам, вполне возможно, если скорость будет довольно большая, близка скорость света, может быть, типа, излучение узкого луча в виде синхронного излучения. Так что, здесь цепочка перекинута, вполне возможно, что это одно и то же, и вполне возможно, что вот действительно, и действительно, как говорил Андрей, о том, что использует это для перелетов, конечно, не шаровые молнии ты должен использовать, а вот именно такие комбинации вот типа НЛО, которые, в общем-то, я считаю, что природа одна и та же, хотя, в общем-то, исследовать их и появление довольно трудно, потому что все это, хозяйство, хранится в основном облаках. Ну вот считается, что землетрясение сопровождается появлением вот таких летающих объектов типа шаровой молнии, светящихся объектов. У меня есть много видео на этот счет. Да, я согласен. У меня есть видео огромных, огромных, вы говорили, короткоживущих, которые живут там минуты, огромных вот этих светящихся объектов, их очень много. Ну, то есть, вы считаете, что это вот только электрическая природа этих объектов, а ядерные не считаете? Я считаю, что электрическая. Ну, а может, это холодно-ядерный синтез? Дай Бог, говорю, но это как побочные свойства. Почему побочные? По-моему, это и есть холодно-ядерный синтез? Нет, нет, природа на шаровой молнии, так сказать, если он там играет какую-то роль, то это не основную роль он играет, а основной это просто обычный конденсат, который держит заряд. Ну, это вы считаете, вы построили модель электрическую, но вы считаете, что конденсатор. Ну, там написали, я хочу спросить, одну секундочку. Вы написали в аннотации, что у вас... Выступить, я вам дам. Нет, я вопрос хочу задать. Вы написали там в аннотации, что у вас вроде как одна из сторон конденсатора, а вторая Земля. Да, да. Значит, получается, что там где-то на вот эти неопознанные летающие объекты, ну, в принципе, да, плазмоид и так далее, видели на высоте там сотню километров. Какой же должна быть напряженность этого поля, Земля-1, одна обкладка конденсатора, а вторая вот этого объекта. Ну, может замокаться на другие заряды, которые распределены. Нет, ну, при чем здесь Земля, при чем здесь конденсатор тогда? Ну, когда находится около Земли, нет, я образно сказал, что на самом деле это открытая система, типа обычного конденсатора. Это чтобы было понятно, так сказать, на пальцах. Ну, а вторая обкладка это Земля? Да. Ну, были случаи... Берут меня сомнения на таком расстоянии, у нас какой-то конденсатор, чтобы был на 100 километров, именно, вот, если... космонавты наблюдали вот такие же шары, как шаровая молния, неопознанно летающие объекты. Как это понимать? Геннадий, вот... Геннадий, этот вопрос был сегодня уже, был уже сегодня. Взяли шаровую молнию на большой высоте. Она как, ну, в общем... Ну, 400 километров, это большая высота? Какая там обкладка? 400 километров, я таких шаровых молнию... Ну, космонавты летают на такой высоте. У меня есть видео, могу показать. У меня этих данных не... Пришлите. Хорошо. Это будет интересно. Спасибо. Вы не допускаете, что это холодный ядерный синтез? Я не знаю, что такое холодный ядерный синтез. Ну, это синтез муклонов, синтез протонов, электронов и нейтронов. То есть синтез всех элементов, с которых состоит Земля. Не-не-не, вы механизм, механизм знаете? Механизм? Да. Ну, это в двух словах не расскажешь, я знаю. Ну, все, а я даже в двух словах не знаю. Ну, хорошо. Ну, мне кажется, что электрическая природа это... Геннадий, Геннадий, это уже выводы. Вы сможете выступить чуть позже. Так, Владимир Демьяхин. Владимир Демьяхин, пожалуйста, ваш вопрос. Мы вас услышим. Антоний Ильич, у меня такой вопрос. Давайте мы вернемся к вашей модели. Вот, все же, ваша модель это электростатическая или электродинамическая? Потому что я слышал и то, и другое. Что вы на это скажете? Алло. Что-то я не понял. В чем вопрос? Что конкретно? Заряды двигаются или на месте стоят? Этот вопрос был уже. Владимир Познав подключился и не слышал. Я этот вопрос задавал. И он ответил. Извините, это продолжение вот предыдущих вопросов. Если это электродинамическая модель, то вы скажите, пожалуйста, какие силы движут заряды? Какие силы движут заряды? Кулоновские силы. Вы говорили как Кулоновские силы. Значит так, ответ такой, что в общем-то, вот если говорить о наблюдении на большом расстоянии, внешнем наблюдательстве, то это значит статический электрический заряд собран в одном месте. Ну, грубо говоря, то же самое, как заряд вокруг электрона, протона, только большого масштаба. А внутри вот этого большого протона, грубо говоря, там на самом деле тоже движутся свои заряды. Заряды, причем приобретают заряды одного знака, поэтому общий заряд получается тоже там униполярный. Вот так. Эти заряды стоят на месте? Нет, ну, грубо говоря, суммарный заряд стоит на месте, или движутся. Или они движутся. Да какие силы? Внутри движутся. А движутся обычные силы, силы притяжения и силы центробежные. Или силы действия на электроны, там получается просто дрейф в скрещенных электрических полях. Это элементарная вещь от физики плазмы. На этом основано, здесь это удержание плазмы. Я вас так понимаю, что вам нужны объяснить магнитные силы, которые должны создавать как бы вот эту оболочку вашу. Владимир Демьяхин, Владимир, Вы выступить сможете. Вопрос есть еще? Магнитные силы играют здесь очень незначительную роль. Владимир, вопросы еще есть? Вопросы? Ваша оболочка, вы ее называете диэлектрическое. Владимир, Вы меня не слышите. Мы сейчас не дискуссию ведем, а вопросы задаем. А выступить Вы еще сможете. Вопрос повторяю. Была названа оболочка молнии диэлектрическая. Почему? Ну, потому что диэлектрик поляризуется. А мне надо, чтобы возникала сила притяжения наэлектризованного кусочка диэлектрика к электрическому заряду, который действует в неоднородном поле. Происходит поляризация одного конца диполя, диэлектрика, который его притягивает, а другая его оттягивает, отталкивает. Скажем, если заряд положения, то он внешне положительный. А суммарная сила получается притяжение. Вот и все. Хорошо. Спасибо. Спасибо Демьякину. Вы сможете свои какие-то соображения негативные или позитивные высказать чуть-чуть попозже. Спасибо. Ну, вот вопросы закончились, друзья. Теперь, пожалуйста, начинаем выступление. Вот первый поднял руку Анатолий Иванович, так выступить хочет. Толя, включи микрофон, пожалуйста. Вроде я включил. Слышно? Сейчас слышно, да. Ну, вот уважаемые коллеги, здесь моя фамилия прозвучала в докладе Анатолия Ильича. Действительно, это факт. Мы на протяжении уже там значит, ну, всей своей практически научной жизни, так сказать, взаимодействуем тесно друг с другом и, ну, прошли не одну международную конференцию по шаровой молнии. Самое важное здесь, на мой взгляд, все-таки концепция у всех у нас разная, своя, а вот банки данных, то есть вот вся эта коллекция вот по шаровой молнии, как они возникают, живут и пропадают, это вот, конечно, ну, тем более взаимодействуется со физическими телами. И это представляет из себя изначальный интерес. Там у кого-то сместит, что ли, что-то непонятно. Туль, такое впечатление, а, это у Бычкова что-то, я сейчас выключу. Бычков там бреется, по-видимому. Вот, вот смотрите, значит, на самом деле я вот готовился совсем недавно, вот, Валерий Николаевич сказал, по эфиродинамике была конференция, так сказать, вот, ну, и я готовился тоже к своему докладу, значит, вот, и вынужден был посмотреть, значит, вот, все-таки у меня этот Комптоновский мир, так сказать, было, вот, это самое главное звено центральное, значит, и, ну, что такое, вот, вопрос по вихрям там стал, так сказать, как они мыслят, как вот вообще, что известно-то, вообще-то, ну, ладно, шаровые молнии, а тут попроще есть, так сказать, и как вихри, значит, вот, связаны с шаровыми молниями, вот, казалось бы, значит, открываешь книгу, книжку, учебник, по которому, так сказать, вот, геофизики, специальность в университете выпускает, значит, на Ливкина, смерчи, ураганы, торнадо, хорошо известно, что шаровые молнии в ядре торнадо, это сплошь и рядом, вот сказали тут сейчас, так сказать, предвестники землетрясения или во время землетрясения, это не все, на самом деле, вот, в торнадо, значит, там бесшумные, а линейные молнии, вот, в этом есть сердцевина, глаз, вихря, в котором, вот, крутится гетеросистема, гетерофазная, пыль там, и чего-то там не крутится, значит, и вот возникает, как правило, вот эти вот шары, которые, так сказать, там наблюдаются, значит, это первый результат, который, вот, я хотел обратить ваше внимание, что, так сказать, вот, очень тесно связано формирование, так сказать, значит, зачастую, шаровых молний, не обязательно с грозовой деятельностью, а вот там, где есть источники электролизации, вот, вторая вещь, это ученый совет был у нас в институте, совсем недавно, это впервые нам с института космических исследований рассказывали, значит, о плане, вот, Луна-25, которая, ну, к сожалению, вот вы видели, неудачно прошла, значит, будет повторяться, но основная-то задача, я знаю, что многие не знают об этом, основная задача изучить полевую атмосферу, значит, Луны, оказывается, эта полевая атмосфера, вот мы все думали, там нет атмосферы, до 100 километров поднимается пыль, она, в первую очередь, обусловлена, как считают, вот сейчас, современная точка зрения ученых, тем, что, вот, нано-пыль, нано-пыль, на поверхности Луны, она, значит, вот, под действием ультрафиолетового Солнца, значит, заряжается, и, значит, в результате поднимается электростатическая отталкивание, так сказать, вот там, ее полно заряжено от пыли, и начинает, так сказать, левитировать, подниматься все выше, выше и выше, и более того, ну, вот, значит, я спрашивал, действительно, вроде это не лажа, во время спуска Аполлона, значит, почему американцы кончили туда летать, на эту Луну, да потому, что там образовывались вот эти светящиеся шары, вот говорят в космосе, да на Луне полно этих, вот этих, на Марсе, вы посмотрите, что там творится, там торнадо, там, на одном километре их там штук по 30, это торнадо, а в них там молнии сверкают, а в них там эти шаровые молнии летают, вы посмотрите, вот снимки из НАСА, которые приходят, значит, то есть в космосе, на планетах, это сплошь и рядом, вот эти вот шаровые образования, светящиеся, типа шаровых молний, значит, и вот во время спуска Аполлона, значит, Армстронг, это вот недаром вырезали эти кадры, значит, говорят, вокруг нас полно летающих тарелок, но они все светятся, да, действительно, там вот эти языки тоже говорят, значит, когда вот корабли садятся на, на это, сбаламучивает эту почву заряженную, они начинают, все эти газодинамические возмущения, значит, электрически заряженные образования, они начинают, вот, так сказать, ну, образовывать такие вот сферические светящиеся образования, вот, связь прерывается, это не просто, так сказать, АБ светящиеся образования, они влияют очень сильно на радиосвязь, значит, и в этом плане и основная программа Луна-25 было, значит, это вот зондирование вот этой атмосферы, изучение физических механизмов зарядки частиц, изучение взаимопоявления вот этих светящихся ярких шаров на Луне, значит, поэтому на самом деле, вот спрашивают там, ну, не было воды, воды, что ты там сфантазируешь, действительно не было, но если сильные поля есть на Земле, они не обязательно связаны, так сказать, с пылью, с водой, у вас в атмосфере, ну, если кто занимался предметно-плазмохимией, есть пороги рождения кластерных ионов, когда у вас в этом самом, ну, допустим, в коронном разряде, или огни святого Эльма, значит, полно, значит, вот при этих, превышении этих порогов, по электрическому полю, возникает, значит, допустим, N4 с плюсом, N6 с плюсом, это, конечно, это не пыль, но это есть уже гетерофаза, которая имеет, может иметь свой заряд локальный, которая уже способна образовывать вот эти, значит, макроскопические образования, вот, гетерогенные, плазменные образования, значит, и вопрос о том, что вот сейчас затронули, ну, Толик, ты стыдливо уходишь, на самом деле вопрос, по сути дела, задан, значит, действительно там происходит, и скорее всего там происходят, так сказать, вот эффекты холодного синтеза, трансмутация элементов, значит, поскольку там гигантские могут скапливаться, так сказать, заряды, и поля возникать гигантские, значит, как они влияют на холодный синтез, ну, наверное, значит, уже слышали, что могут быть на отдаленные выборы, значит, если там убрать часть электронов, значит, вот эффекты холодного синтеза, значит, вот слабое взаимодействие ускоряется на много порядка. Поэтому вот резюме, значит, все-таки в космосе, и, значит, не только на Земле, но и на космических, так сказать, уже сейчас доказано, что, так сказать, на Луне, на Марсе, так сказать, смотрите просто информацию, так сказать, почаще, вот информацию, допустим, которая открыта в НАСА, выложена в интернете. Смотрите чаще, и вы увидите много. Спасибо за внимание. Спасибо Анатолию Ивановичу. Да, значит, Филипп Иванович, пожалуйста. Да, я вот хотел тоже об этом сказать, о чем Климов. И, кстати, Толя, а ты можешь мне фамилию сбросить, кто из ИКИ рассказывал эту проблему у вас? Ну, этот самый, надо посмотреть, ты посмотри лучше этот самый. Да нет, я у тебя спрашиваю, ты сказал, как первоисточник, фамилиями отчества, кто из ИКИ рассказывал тебе про это на совете, можешь мне прислать? Я все равно буду заходить на сайт, и все равно буду смотреть, тебе легче самому на сайт зайти. Ну, и что я там искать буду? Ну, Филипп, он ответил, на сайт Ивтана надо зайти. Значит, что я хотел сказать, на самом деле, ну, вот, с ИКИ у меня идут проблемы сейчас определенные, они не верят, что гелиосфера вся заряжена, и заряжена она положительным зарядом. Связано это с тем, что Солнце, у него огромное количество электронов, и огромная часть, ну, не огромная, а большая часть очень высокоэнергетичных электронов просто уходит из Солнца. В итоге возникает положительный заряд у Солнца, и по типам ионов я определил заряд Солнца, и он оказался 1400 кулон. Вот. Это означает, что, а Земля отрицательно заряжена. В принципе, так сказать, в Ивтане тоже занимались пылевой плазмой, там есть такой Василяк Леня, вот, и действительно частицы хватают, высокоэнергетичные электроны в себя, пылевые, ну, и в итоге пыль заряжается, там, отрицательным зарядом, либо спариваясь друг с другом, ионы, как Анатолий сказал, возникают кластеры положительно заряженные. Я где-то 51 год, как вот прикинул, занимался неоднородными структурами в газоразрядной плазме, начиная от фарадеевых темных пространств, кончая сферически симметричными катодными пятнами и их движением в магнитном поле. Это еще в 1903 году Штарк открыл такое явление, что в магнитном поле катодные пятна двигаются в обратном направлении. Что это означает? Это означает, что электроны фокусируются в катодное пятно, они вылетают из него. А вот вылетает из катодного пятна только кумулятивная струя электронов, которая там формируется за счет схлопывания электронного газа в центру катодного пятна. Ну вот все эти проблемы были поставлены, решены. И, конечно, к Никитину тут говорить и претензии предъявлять. У него же так и написано. Моя шаровая молния. Оказывается, у каждого есть своя шаровая молния. Но моя шаровая молния или отличается от Никитина тем, что я все конкреции сферически симметричные в неоднородных газоразрядных плазмах называю сферическими или шаровыми молниями. В отличие от шаровых, есть линейные молнии. До сих пор теории линейных молний тоже нет. Тем не менее, какие-то наметки в этом плане я делал еще там в 95-м, в 85-м году. У нас даже были эксперименты по созданию таких вот сферически симметричных плазменных образований, которые формируются как ударные волны электрического поля. Оказывается, ну, недавно я все это пересмотрел, и оказывается, что возмущение в продольных разрядах, ну, в обычных, с прокачкой газа, такие структуры возникают, как сферически симметричные, так и аналоги конических структур, типа сопел лаваля, которые возникают на противоположной стороне. Ну, вот, и не знаю, если могу, то расскажу неделю через две. Так что приходите, послушайте о моих шаровых молниях. И в заключение я хочу сказать, что сейчас, ну, не сейчас, а уже там лет 10, обнаружены, так сказать, конкреции сферически симметричные, не только на Луне или в пыли там где-то, а с размерами порядка межгалактических молний. То есть существуют межгалактические молнии в районе, значит, так сказать, галактики М87. Там выплеск, если по свету определять, то 1400 лет продвигается, и структура линейная стоит как вкопанная, а внутри нее развиваются вот такие вот плазменные сферически симметричные структуры. Их там штук 5 или 6 наблюдается. Причем они наблюдаются в разных спектрах. И в рентгеновском спектре они наиболее сферически симметричны. То есть явление это, по-видимому, близкое к явлению в атомах, там, где формируются электронные оболочки вокруг ядера атомных. И проблемы там, связи между оболочками и самим ядром, такие же, по-видимому, как и черные дыры и, значит, вот эти сферические конкреции. Ну, не буду задерживать остальных, кто хочет выступить. Тем не менее, я хочу сказать, что мои сферические или шаровые молнии работают от 10 минус 15 метра до 10 двадцать седьмой метра. То есть во всей, так сказать, нашей Вселенной. Ну, пожалуй, на этом я закончу, приглашаю на свое выступление. И жду от вас вопросов интересных. Спасибо, Филипп Иванович. Да, это ваше следующее будет вебинар, посвящен выступлению Филиппа Ивановича. Филипп, но только внутри самолета там нет никаких, значит, токов и никаких... Ну, это тебе так кажется. А фаровые молнии летают. Ну, правильно, потому что они, так сказать, пришли... А как они пришли? Что, из небытия возникли? Ну, ты же все-таки физик, а не, так сказать... Извне, извне. Вначале она была... Паратехнолог. Ну, значит, токи были. И, возможно, что они есть. Раз были, они могут и продолжать линейно поддерживать эту молнию. Внутри клетки Фарадея никаких токов нет. Да ладно. Ну, да ладно. В клетке всегда дырка есть. Вон, фуллерены какие, а электроны туда влетают и балдеют там. Вот тебе и вся клетка Фарадея, так сказать, из решетки кристаллической графена. Уж лучше, по-моему, вообще клетки не придумаешь, чем графен. А тем не менее, до шести электронов втягивается внутрь твоей клетки Фарадея. Филипп Иванович, ты давай свою эту самую доклад. Сейчас не надо нам. Нет, я сейчас и не делаю. Толя встрял. Я же его не дергал. К Филиппу Ивановичу, Анатолий Иванович, к Филиппу Ивановичу через две недели будут вопросы. Спасибо. Спасибо, Масекайло, Филиппу за вопросы, за комментарии, очень по делу было. Спасибо. Владислав Миркин, пожалуйста, ваше. Ну, я хотел сказать, что, в общем, такая, как бы, часть доклада, где рассказывались факты взаимодействия с шаровой молнией достаточно, так сказать, объемно и интересно, хотя там можно добавить и другие факты, но дело не в этом. Дело в том, дальше разрабатывается модель. И вот модель, как я понимаю, основана на том, что есть вода. Ну, так уж получается в этой модели. Значит, если бы, например, я хотел доказать, что вода является вот этой вот диэлектрической оболочкой, то я бы, конечно, сначала установил, что да, вода, а потом бы я решил, а что, если не вода? И вот, что, если не вода? Значит, почему я задал вопрос о шаровых молниях в космосе? Потому что там нет воды, там и воздуха нет. И, как мне кажется, Анатолий Иванович, в общем-то, подтвердил то, что я спросил. то есть шаровые молнии возникают и в космосе, он назвал эту фразу, и, значит, на Луне, где пыль, но нет воды. Значит, то есть, я бы все вот эти вот факты, которые говорят о том, что шаровые молнии возникают где-то в условиях не воды, я бы начал их рассматривать, потому что именно это опровергло мою теорию. Я же не хочу, чтобы ее что-то опровергло. Я бы стал рассматривать вакуумные электронные приборы, возникают ли там в пучках, хоть в плазме, значит, шаровые молнии вот такого рода. То есть, это просто уже как бы методика эксперимента, методика доказательства с помощью эксперимента. Это первое. А второе, значит, вот я согласен с тем, что очень много предположений, причем таких предположений, которые, по сути, на мой взгляд, они ни с чего не следуют. И вот я задал вопрос по поводу интерференции, и вот мне кажется, что совершенно неправильно предполагать, что интерференция может что-то подавить. Причем я так вот наблюдаю, это какая-то общая ошибка. Все думают, что если я сейчас в противофазе подам два сигнала, то, значит, у нас будет ноль. Не будет ноль. Просто сместится направление излучения. Я еще раз говорю, это фазированная антенна-решетка. Вот так она работает. То есть, меняют фазу, и у вас меняется, так сказать, направление основного лепестка, или, так сказать, боковых лепестков, неважно. Поэтому я считаю, что вот, во-первых, это очень серьезное, так сказать, возражение, поскольку, как я понимаю, модель основывается и на этом предположении, на том, что нет излучения вовне. просто, так сказать, как бы вот эти вот две вещи, возникновение шаровых молний там в вакууме или в отсутствии воды и то, что, значит, вот интерференция, она противоречит этой теории шаровой молнии, вернее, этой модели. Значит, и, так сказать, надо искать другие. Вот примерно то, что я хотел сказать по этому поводу. Лыслав, спасибо. Ну, я вот, Анатолий Иванович может сейчас прям, Анатолий Ильич может что-то сейчас прямо ответить, но я вот в его защиту скажу. Во-первых, про пыль он несколько раз совершенно ясно высказался. Может быть, вы просто не услышали, кроме воды, может быть, и пыль. Он в ходе доклада до вашего правильного вопроса, значит, относительно это самое. Вот все время тут пытается Володя Бычков чего-то сделать и такой звук. А нет, тут уже другой этот звук пускает. Я даже не знаю, от кого этот такой звук идет. А, этот звук от меня почему-то идет. Я даже удивлен. Да, но потерпим немного. и так, пыль говорил. И второй вопрос, это вопрос относительно фазированной решетки. А речь идет о том, что здесь круговое движение, круговое распределение или даже, может быть, сферическое распределение зарядов, которые работают софазно. Вот это, я думаю, вы сходу не ответите. Вот. Поэтому, вот, защиту этого это самое непитая. Пару слов. Теперь спасибо Павлу Миркину. И я хотел слово Бычкову предоставить. Вот. Володь, пожалуйста, ты. Только у тебя какой-то шум ужасный идет. А сейчас? А сейчас как? Вот сейчас куда-то шум исчез. Ужасный шум шел. Ужасный. Хорошо. Я хотел сказать следующее. Доклад, конечно, очень хороший. Его можно разделить на три части. Первая часть конкретная это наблюдение шаровых молний. Вторая часть это модель заряженной шаровой молнии, которая обладает аномальной энергией. Третья часть это микро-шаровые молнии. Вот. Так. Что надо по-разному смотреть. Конечно, Анатолий Ильич собрал достаточно большую информацию по шаровым молниям. И это прекрасно, поскольку позволяет взглянуть на эту проблему широко. Второе. Что он нам рассказал о своей работе, которая позволяет объяснить, почему происходит разрушение зданий или каких-нибудь больших объектов при помощи заряженной шаровой молнии. Это тоже модель. Третья. А вот и третья это где он рассматривает микро-шаровые молнии. Везде мы видим, вот везде во всех где построение теоретически или здесь сидит оболочка. Правильно. Вот нам сейчас предыдущий выступающий сказал, что главное это оболочка. Оболочка у Анатолия Ильича она она скажем состоит из водяных молекул. То есть поляризация водяных молекул определяет устойчивость оболочек. Я вот тоже собираю данные про шаровые молнии. Никогда я не видел в наблюдениях чтобы была оболочка какая-нибудь парообразная или чтобы она испарялась. Я знаю что в наблюдениях есть когда человек касается шаровой молнии и проходит пальцы его через оболочку. Я знаю что есть выстреливает человек в шаровую молнию и там разлетается какая-то мелкая оболочка из таких мелких хлопьев но мелких скажем кусочков материала. Дальше я знаю что есть наблюдение шаровых молний когда там шаровая молния попала на провода и она повисла. то есть повисла а совсем она не распалась на проводах как-то там не испарилась она просто повисла и потом упала и из нее полетели какие-то светящиеся кластеры. То есть я не знаю работ то есть наблюдений где бы шаровая молния была водяной экспериментальных наблюданий наблюдений где шаровая молния была бы водяной. тем не менее без того чтобы были поляризованные молекулы построить модель шировой молнии которая будет удовлетворять тому что она будет сильно заряжена и будет устойчива невозможно в рамках вот того что делает Анатолий Лиз. по моим представлениям что ну я естественно стал искать тоже пути поэтому я попытался посмотреть как в эксперименте сделать тоже шаровую молнию но без воды для этого я естественно использую капиллярный разряд и направляю его на металлические объекты да это отнюдь не не выделенные объекты это естественно металлические объекты металлические пластинки в которых происходит под действием капиллярного разряда возникновение кластеров возникают кластеры в зависимости от энергии разряда разной величины недавно вы получили я получил то есть в экспериментах кластеров которые имели светящиеся кластеры которые имели размер до полутора сантиметров и жили они порядка 7 секунд при этом они они совершенно не имеют никаких этих следов воды но они скорее всего напоминают оболочку которая состоит из оксида материала внутри которого находится пар то есть расплавленный расплавленный или атомизированный материал так что мне кажется что вот сейчас это не окончательная модель у Анатолия Ильича надо бы ее изменить в сторону в сторону модели скажем там не водяной дальше чтобы она не была алло вы меня слышите? Володя мы тебя слышим Немного мешает какой-то шум но слышим Значит надо ее исправить в сторону в сторону не водяной но почему я вот своей моделированию считаю что может быть реальные шаровые молнии имеют оболочку из алюминия 2О3 с разными оксидами или силициум 2 тоже самое с какими-нибудь оксидами вот такая мне кажется оболочка может быть внутри должен быть какой-нибудь пар вот это моя концепция при этом тогда если будут такие оболочки то если микро шаровые молнии будут сделаны из таких материалов то тогда вопросов чего появляются следы не будет будет такой то есть каждый этот шарик он будет иметь расплавленную оболочку и при взаимодействии с любыми преградами он будет оставлять след если там какая-то пластинка какая-то пластинка то она будет иметь след как будто бы проплавленная вот мои мои мысли спасибо я очень мне очень понравился доклад Анатолия Ильича и я предлагаю ему развитие в таком направлении спасибо за внимание Володь спасибо я тебя сейчас звук выключу не обижайся потому что у тебя там все-таки какой-то шум идет все время спасибо комментарий был очень интересный так значит и теперь значит у нас следующий Покулин пожалуйста доклад состоит из трех частей первая это постановка задачи великолепные святочные рассказы особенно как шаровая молния тянет петрозаводский пояс это великолепно я просто улыбаюсь даже от этого решение дальше решение задачи это модель и сверх задача применение для реактора ну вот по модели я бы предложил следующее решение сразу свойство протекать шаровой молнии через неповережденное стекло и сразу на ум приходит Тесла его радиантный ток у Тесла проникающая способность радиантного тока через диэлектрики и через металлы я сам пропускал это излучение через фольгу медную 0,5 миллиметра проходило 75% излучения что такое радиантный ток это электрический ток который так излучается заряженными частицами протонами и электронами стало быть шаровая молния Валерий Валерий вот тут не все знают что такое радиантное излучение а вы ввели понятие радиантный ток еще при этом сказали что это электрический ток но какой-то так это ток частиц это одно и то же это все одно и то же просто разными словами это ток частиц или ток излучения нет это электрическое поле которое излучает протоны и электроны но Тесла может Тесла машина может работать в радиантном режиме и не в радиантном режиме вы знаете это? конечно а чем зачем вам надо радиантное? значит радиантный режим это повышенный режим просто повышенного электрического поля когда вокруг все ионизуется вот это как-то у нас действительно очень плохо читают Тесла популяризаторы из-за этого как-то Тесла предстает в каком-то мистическом стиле в виде мистики однако это там все настолько просто настолько все элементарно когда подумаешь и разберешься что становится все на свои места очень быстро позвольте мне продолжить мою мысль Анатолий Иванович сначала вы разберитесь чем отличается радиантный режим работы Тесла от обычного режима Анатолий Иванович дай человеку закончить пожалуйста Анатолий Иванович я обязательно в этом разберусь нельзя когда никто не знает что такое радиантный режим а вы его Анатолий Иванович я даже вам послал письмо с объяснением этого явления а вы не ответили мне на это письмо это было недавно так вот смотрите что такое жировая молния вот если в классическом виде это продолжение электрического тока если ток мощный он просто соскальзывает с проводов я имею ввиду соскальзывает соскальзывает электрическое поле не электроны не ионы а само поле гравитоны этого поля что такое поле это поток частиц значительно меньше чем электроны и протоны так вот с этой точки зрения вокруг него могут конечно наворачиваться и пыль и частицы другие и прочее прочее но суть-то остается одна вот это я бы модель так сказать действительно я поддерживаю модель которая имеется в конце книги Владимира Львовича Бычкова он говорит об эфирной модели шировой молнии там сегодня он почему-то об этом не сказал но вот я за эту модель я полностью к ней присоединяюсь вот к этой модели и последняя так сказать третья часть сверхзадача итак фотоны то что свет идет к нам в окно а лазер это те же фотоны только сконцентрированные вот точно так же шаровая молния это просто сконцентрированное электрическое поле а что нам нужно для нашего будущего реактора недавно вышла книжка Андрея Ковача в соавторстве с нашим мэтром Валерием Николаевичем Зателепиным и Барановым Дмитрием Сергеевичем и вот там очень подробно очень эффектно я бы сказал проведена мысль о том что все это все эти низкотемпературные реакции можно осуществить под действием электрического поля стало быть шаровая молния нужно размазать ее по нашему реактору и тем самым активировать среду внутри нашего реактора вот об этом почему-то Анатолий Ильич как-то не сказал он в основном сосредоточился на странном излучении но ведь ковыряться в странном излучении можно до бесконечности а время не ждет нам нужен реактор и здесь даже каждый шаг практического движения важнее тысячи программ и тысячи теорий спасибо все спасибо спасибо Валерию Николаевичу за замечание соображение Владимир Демьяхин пожалуйста Анатолий Ильич ваша работа довольно-таки убедительна и не только в плане исследований но и в плане расчетов они убедительны но вот в модели в модели ваш я возвращаюсь к этому существует проблема которую вы решили так сказать по-своему применяя некоторую оболочку которая как бы является какой-то защитной системой но непонятно откуда появляются силы которые должны сдерживать вот эти заряды которые находятся внутри оболочки вопрос оболочка этой материи или может быть это какие-то силы вот я бы посоветовал вам рассмотреть а сил тут может быть только две либо это электрические силы либо магнитные силы и вообще-то есть решение я бы например рассматривал вашу модель как статическую модель то есть статические заряды они размещены внутри внутри так сказать шаровой молнии они располагаются благодаря силам кулона симметрично и формируют определенное так сказать излучение вот тут прозвучало что излучение погашает не погашает неправильно вот здесь я сошлюсь на работу Верина Олег Гаврилович такой Верин он исследовал антенные излучатели регулярной структурой если создать регулярную структуру из антенн или излучателей если они синфазные и синхронные работают но сдвинутые по размещению на пол так сказать половины фазы то они полностью гасят диаграмма направленности полностью гасятся на мой взгляд возникают в этом плане не только электрические силы вот этих зарядов равномерно размещенных в объеме или на плоскости но и появляются магнитные силы магнитные силы создают как бы вот это вихревое фотонное излучение вот здесь я вижу вот в комментариях фотонные массы вот ну это этот момент как бы надо обыграть что такое фотонная масса вот но тем не менее регулярная структура доказана это самое веренном создает вихревое излучение силы какие-то вихревые он их называет какие-то сторонние силы как у Козырева тоже там существуют какие-то силы которые он наблюдал через терископ так вот эти силы не что иное как являются магнитными силами которые способны как раз удержать удержать в объеме шаровой молнии те заряды которые находятся внутри поэтому модель может быть просто просто статической не может быть там каких-то сил которые бы перемешивали двигали заряды они не нужны тем не менее вот у меня такое предложение рассмотреть его нужно посмотрите пожалуйста верен он очень убедительно доказал существование так называемой неизлучающей электромагнитной системы благодаря излучению регулярно сложных излучателей у меня все спасибо за внимание Владимир спасибо за очень интересное замечание если можно пришлите мне ссылку или может быть статью вот это вот неизлучающие излучатели там у меня сразу у меня сразу встает вопрос ведь мы в антенну закачиваем энергию а она никуда не излучается вот куда она девается что об этом автор говорит сейчас мы не будем обсуждать и отвечать на мой вопрос не нужно я просто добавлю не надо не надо отвечать пришлите это теоретически или экспериментально куда девается энергия Владимир давайте друзья сейчас не будем дискуссию я просто Демьяхина прошу прислать мне статью все точка на этом спасибо спасибо Евгений Иванович пожалуйста ваше замечание спасибо ну во первых хочу поблагодарить так сказать докладчика за прекрасное выступление и во вторых хочу развить мысль которую так сказать Демьяхин так сказать высказал до меня то есть причем Анатолий Ильич сказал что магнитные силы в его модели не играют никакой роли вот я с этим не могу согласиться поскольку совершенно за кадром остались именно магнитные силы причем структуры специфические когда магнитное поле замкнуто само на себя и такая структура она может подпитываться за счет гигантского потока энергии в виде потока четырехмерного потока причем векторного потенциала магнитного электрического полей и так сказать вот это вот взаимодействие оно очень динамично во первых поскольку вот сам поток я его меряю просто-напросто он очень переменчив и во вторых так сказать вот эти вот замкнутые на себя магнитные поля они могут простираться от ну внутри так сказать ядерных размеров то есть в виде спиновых взаимодействий которые Людмила Борисовна рассматривает и так сказать иметь вполне макроскопические размеры с которыми работал Никола Тесла в том числе и вот этот аспект так сказать на мой взгляд необходимо включить в эту модель вот все что я хотел сказать спасибо большое спасибо если вот долгий ну такой не очень долгий спасибо ему спич Егорова свести в одно слово или в одно предложение магнитные силы нужно учитывать спасибо Евгению Ивановичу Геннадий Константинович пожалуйста специфической формы магнитные силы это уже ля-ля с которыми мы не умеем работать Валерий Николаевич я хотел показать бы несколько плазмоидов которые не вписываются в предложенную модель ну это буквально несколько минут могу я включить презентацию Геннадий не получится потому что по какой-то причине вот Анатолий Ильич не умеет отключать эту самую презентацию вот я не смог от него добиться а вот он отключил все здорово Геннадий пожалуйста вывешивайте вашу презентацию так демонстрация экрана да да пожалуйста только там еще надо кнопочку нажать какую поделиться надо поделиться вот все у вас получается да ну вот несколько моделей которые значит ну немножко не подтверждают то что было сказано во первых говорилось что это конденсаторная модель а вот эти вот большие плазмоиды вот я сейчас включаю они как раз на земле находятся которые отрицательно заряжены огромные плазмоиды с километра и вот очевидны сотни метров величиной а вы можете прокомментировать что происходит не очень понятно а это вот то же самое плазмоиды та же самая шаровая молния о которой мы говорили но она она что на земле лежит на земле лежит да и вот она пульсирует да вот включаем другие вот это перед землетрясением а я же говорил что все эти шаровые молнии как правило сопровождаются вот это где это в каком году в каком месте это в Техасе я не помню в каком году это в Техасе было перед землетрясением вот подобные вспышки они непосредственно на земле но если это конденсаторная модель то извините как это может происходить какие-то может быть заряды дело в том что то о чем я говорил что холодный ядерный синтез вот это есть шаровые молнии так вот в это надо поверить обосновать обосновать надо еще последнюю презентацию какую-то посмотрим я чувствую у вас их много кстати вот летающего то что рассказывал значит это плазмоет вот внутреннее ядро вот оболочка это снималось с камерой с высоким разрешением на большом расстоянии ладно идем дальше а вот еще один это в Японии перед землетрясение это вот как раз период землетрясения я сейчас покажу сейчас вот увидите как зажигается плазмоид вот он зажигается сейчас он вырастет до больших размеров из него будут отделяться другие плазмоиды вылетать из него сейчас он вырастет до больших размеров вот я немножко сдвину он растет потихонечку а вот в небе будут появляться другие плазмоиды такие же но он видите он на поверхности земли находится какая же электричество вот сейчас из него только что выскочили вправо еще несколько штук я повторю смотрите вправо вот они выскакивают вот смотрите в правом верхнем углу появился еще один я так буду перескакивать чтобы не затягивать вот вправо видите другие плазмоиды из него выходят это процесс размер какой это примерно это наверное сотни метров это вот видите огромный вулкан я не помню какая-то гора япония снималась камерой стабильной так а вот сейчас под конец включу она погаснет вот смотрите сколько появилось на небе плазмоидов это то что генерируется в недрах земли вы уверены что это не фейковые это не фейковые нет у меня есть даже съемки четырех точек вот этого про камеры это не фейк ну обычно всегда вот этот вопрос хорошо вот с двух точек вот это снято вот еще раз вот смотрите с одной точки то что я показывал да вот с другой точке это тот же тот же да только с другой точки да вот видите чтобы не сомневались что это не фейковые вот еще один но этот уже где-то вот он не на земле он в воздухе будет образовываться ну на мой взгляд это ничуть не противоречит тому о чем говорит если конденсаторная модель то какая разница потенциалов как мне говорил Анатолий Ильич какая между землей они на земле они выходят из земли вот они вот этот в воздухе ну там условия изоляции от земли надо смотреть скорость стеклянья это не конденсаторная модель это совсем немножко другое просто ну здесь по-другому но это другие уже модели сейчас еще гляну что там а вот еще одно у меня вот одна интересная есть где-то модель Геннадий Константинович давайте последнюю последнюю сейчас последнюю покажу перед перед землетрясением в Гаите значит на небе появился нет это не то вот вот такой плазмоид нет это опять нет сейчас секундочку найду его это те процессы которые идут внутри земли вот смотрите перед землетрясением в Гаите вот мощный плазмоид который спокойно имеющий форму ДТК дрона обратите внимание устойчивая устойчивая структура ну как устойчивая она пульсирует конечно здесь совсем другие процессы идут это не вот упрощенная такая модель протоны электроны заряды поля и так далее здесь процесс синтеза идет ну ваша идея понятна это не моя идея это реальность ну понятно понятно то есть вы считаете что это внутренний процесс дополнительных энерговыделений которые идут мы наблюдаем совершенно верно вот кстати вот этот процесс то что вы говорили с четырех точек ладно я выключаю спасибо спасибо Геннадий Константинович а что нажать здесь нужно ну там красная у вас кнопка должна быть остановить совместное использование все спасибо вы смогли выключить так спасибо Савинкову вот и Болдырева Людмила Борисовна пожалуйста я очень быстро я хочу сказать в защиту мнения Егорова из Телепина существует модель шаровой молнии в которой вместо воды и пыли там присутствует псевдомагнитное взаимодействие потому что это взаимодействие может работать против кулоновского в каком плане там разноименно заряд же они отталкиваются одноименно и притягиваются и если кому-то эта статья у меня есть и если кому-то нужно я могу ее выслать спасибо за внимание все Людмила Борисовна вот это очень интересное замечание оно очень короткое но по существу пришлите мне пожалуйста а кто хочет присылайте мне заявочку и я перешлю а почему хватит Людмилу Борисовну Евгений давайте это самое давайте не будем не будем устраивать мы три часа уже друзья три часа уже пора двигаться к завершению значит пару слов я хочу сказать спасибо Людмила Борисовна пришлите мне пожалуйста я желающим желающие мне пишите обычно бывает несколько человек желающих значит вот ну собственно может быть мне особенно говорить-то нечего я в свое время предлагал Анатолию Ильичу он это знает он об этом сегодня немножко скромно сказал но в принципе немножко занимался я ему предлагал вот использовать магнитного магнитные свойства тех таких вот необычных атомов которые мы с Барановым придумали вот для того чтобы сформировать модель шаровой молнии ну там по каким-то причинам ему не понравилось это что-то там не удовлетворяет он сегодня об этом не очень говорил но вот добавление наших коллег говорит о том что возможно этот путь такой вот огромного количества частиц магнитными свойствами которые вокруг нас тут вот фигурируют как мы считаем и летают вокруг нас как мы считаем с Барановым вот это могло бы пригодиться в модели шаровой молнии а там магнитные силы по существу я хочу сказать вот еще о чем смотрите вот мы ну привыкли вот Резерфорд нас приучил к тому что вот модель такая атома который присутствует на земле она может существовать и вот она единственная такая как вещество может существовать но вот мы с Барановым говорим что может быть другие формы могут существовать существование материи на земле и вот я бы обратил внимание на то что шаровые молнии очень похожи на какие-то гигантские я бы их назвал атомы атомы гигантские которые формируются из материи вот в земной в земной значит вот атмосфере может быть даже в космосе и там вот те процессы проблемы которые формировали атомных атомов в микроскопическом размере возможно они помогут и формирование вот этих гигантских атомов а высекайло вот он эти процессы наблюдает и даже и в космосе видимо это такая универсальный процесс и там очень важным является вращение вот я хочу пару слов о вращении сказать мы с Барановым написали статью он к сожалению почему-то не поднял руку я ждал когда что он поднимет руку но я пару слов сам скажу мы обнаружили что шаровые молнии вращаются с огромной скоростью мы у нас там пример пример есть вращение шаровой молнии со скоростью примерно 300 около около световой скорости там 0.7 0.7 или около того скорости света то есть это определить вот вращение можно по доплер эффекту от разных сторон шаровой молнии вот одной стороны свет идет с одной частотой а от другой стороны шаровой молнии свет идет от другой частоты вот вращение шаровой молнии огромное такое вот с огромной скоростью оно приводит к мысли о том что вот такие идеи таких огромных огромных атомов они может быть не беспочвенны по отношению к шаровым молниям. Ну, еще тут что можно сказать. А, да, вот я у этого движения по модели шаровой молнии наблюдаю уже примерно 10 лет, может быть, даже чуть больше. Ну, то есть вот я стал участвовать в этих обсуждениях, наблюдать. И сказал бы так, что движение огромное вперед произошло. Вот, в частности, вот то, что я сегодня увидел, добавил, Анатолий Ильич, добавил диполи. Вот это очень важно. Мы в электромагнитно, в электрическом, простите, взаимодействии обычно рассуждаем только о зарядах. А вот о диполях и квадруполях и прочих более сложных структурах из зарядов сформированных, разнородных, мы почему-то забываем. Вот Анатолий Ильич добавил это дело, и дипольное взаимодействие, ну, с помощью, например, там, пыли или воды. И это тоже очень важная вещь. И знаете, чем диполь отличается? Диполь всегда притягивается. Вот интересная вещь. Диполь всегда найдет, как притянуться. И диполь всегда найдет, как оттолкнуться. И вот это свойство диполя очень важное. И оно здесь, наверное, правильно использовано. Друзья, я закончил, и у меня теперь есть объявление. Два объявления. Первое. У нас сегодня, 31 января 2024 года, день рождения у нашего такого замечательного товарища, Пархомова Александра Георгиевича, которому исполнилось 79 лет. Дата не круглая, но он сейчас, к сожалению, в больнице по ряду причин. Давайте мы ему все пожелаем здоровья в этот его день рождения, чтобы он побыстрее и с успехом вышел из больницы. Не нужно ничего говорить. В душе просто каждый подумайте, что вот желаю здоровья Александру Георгиевичу. И второе объявление. Мы с вами, на этом мы завершаем. А Никитин не хочет ничего сказать. Вот это верно, верное замечание. Я забыл про это. Анатолий Ильич, пожалуйста, ваше последнее, как бы, заключительное слово. Пожалуйста. Хорошо, спасибо, что дали слово. Значит, действительно, я очень рад, что вот эта проблема волнует. Ну, как волнует действительно человека, который видит что-то необычное и хочет что-то сказать. Действительно, поскольку это, так сказать, фактически дело жизни каждого, разобраться в том, что существует в природе, и непонятно, и волнует каждого. Это действительно, так сказать, хорошо говорит о вас, как исследователях. Я большое спасибо говорю вам, кто высказал свои мнения и предложения. Ну, о чем можно сказать, что то, что вот вы видели на своей книжке, действительно, моя шаровая молния, то есть, мое представление об этой. Даже мои друзья, скажем, имеют немножко отличия. Они в чем-то со мной соглашаются, в чем-то нет. Нет. Это все реально. И о чем я говорю? Что то, что вот вы говорили, что это явление, оказывается, имеет большое продолжение, оно не оканчивается на Земле, оно еще продолжается на больших высотах, что-то похожее, может быть, в космическом масштабе. Это говорит только о том, что вот то, о чем я говорю, это проблема, которая волнует нас всех, это не какая-то мелкая задача. То есть, мы фактически надорвали мешок очень большой проблемы. Но первое, что, когда мы решаем любую задачу, первое – не распыляться. То есть, то, что я предлагаю, это в подъеме на очень высокую лестницу подняться на первую ступень. И вот моя первая ступенька – это понять вот те шаровые молнии с теми ограниченными свойствами, которые вот существуют в природе, которые мы все видели, про которые мы читали. Не исключено, что, сделав первый шаг, мы поймем, что эта проблема имеет гораздо более широкое распространение, широкую область, представляется что-то другое. Поэтому, действительно, давайте, так сказать, будем действовать вместе, и действительно, все там, может появиться новое взаимодействие, которое раньше мы не учитывали, которое будет работать. Так что я призываю всех, так сказать, уважать друг друга. И если вы разрабатываете модель свою, то, пожалуйста, будьте добры проверять ее не путем споров со мной и со всеми, так сказать, другими исследователями, а с природой. То есть, постарайтесь те выводы, которые имеют, получается, в вашей модели, сравнить с природой. Все, я вам хочу пожелать такого, так сказать, приятного времяпровождения и успехов. Спасибо всем за внимание. Спасибо Анатолию Ильичу за заключение слова. Спасибо Черепанову, что он напомнил мне о видении. Я вот скажу откровенно, я из-за Саши Пархомова разволновался и вот забыл про это, поэтому извините. Так, друзья, мы на этом завершаем. Мы 3 часа 20 минут заседаем. Вот, всем здоровья, удачи. И мы встречаемся через две недели. Через две недели. Всем до свидания. Всего хорошего. Спасибо.